Время 11.00 Евгений Минаев, технический директор компании Gigaset. Евгений, приветствую. Приветствую. Да, но для начала пару слов о компании IP-MATICA. IP-MATICA является стратегическим партнером и дистрибьютором Gigaset в России и странах СНГ 2016 года. За это время неоднократно удостаивалась наградами от компании Gigaset как лучший дистрибьютор. Часть оборотов, части профессиональных компетенций, знаний, технических каких-то моментов. Чем мы можем быть полезны для вас, для наших партнеров? В первую очередь, постоянным наличием оборудования на нашем складе. Я стараюсь поддерживать сток в части трубок и в части базовых станций. Конечно, если это крупные проекты, то мы привозим оборудование со склада Gigaset. В России, как вы знаете, у Gigaset есть свой собственный склад. И большие количества, порядка тысячами штук, мы можем привезти на склад IP-MATICA до 5 дней. Также IP-MATICA имеет демо-комплекты оборудования. Все, что мы продаем в рамках Gigaset, мы можем дать на тестирование, для того, чтобы вы могли протестировать, пощупать и понять качество оборудования. Также комплекты для радиопланирования. Мы выдаем их бесплатно, мы выдаем в тестирование на тот срок, который вам необходим. Неделя, две, три, может быть месяц, если этот объект находится очень далеко. Все в диалоге, без проблем комплекты выдаем на необходимый срок. Также IP-MATICA может поддержать вас, наших партнеров, просейл-поддержкой, технической поддержкой и сервисной поддержкой. Просейл-поддержка нужна для предпродажной деятельности. Это может быть составление технического задания или подбор оборудования, или сделать предварительное планирование на схеме объекта, если вы располагаете схемой. Это все может сделать наш просейл. Без проблем обращайтесь, обращайтесь ко мне, либо на просейл-поддержку. Дальше контакты будут, а мы поможем, чем сможем. Техническая поддержка ответит на вопросы, когда уже вы приступили к развертыванию системы. Если есть какие-то вопросы, какие-то нюансы, всегда можете обратиться. Ну и сервисная поддержка позволит провести сервис, если вы столкнетесь с какой-то неисправностью. Также IP-матика может помочь актуальными маркетинговыми материалами. Это могут быть дата-шиты, админ-гайды, фотографии для размещения на вашем сайте. Обучающие тренинги и семинары, как сегодня, мы их проводим как минимум раз в квартал. Это технический вебинар и коммерческий вебинар. Доступ к складским остаткам компаний в разных регионах и оперативная доставка на склады партнеров. Как вы знаете, IP-матика представлена не только в Москве, а еще и в регионах и странах СНГ. В офисах у нас есть свои собственные склады. И мы также стараемся поддерживать складские остатки, энное количество трубок, несколько базовых станций, для того, чтобы вы могли оперативно отгрузить какое-то небольшое количество, скажем так, сделать до продажу. В IP-матике существует B2B-портал, на котором, в частности, вы можете познакомиться с модельным рядом и посмотреть тоже складские остатки оперативно. Ну, сейчас у нас из актуальных акций в честь 15-летия компании IP-матика акция на защищенную новую трубку R700. Смысл акции – реализуйте до конца года проекты на N870, N870 External, проекты свыше 15 базовых станций, трубка в подарок. Прекрасная возможность познакомиться с новой трубкой, которая придет позже взамен R650, тоже защищенной трубкой. Данная трубка – главное отличие визуально – это новый дисплей 2,4 дюйма, поэтому данная акция позволит вам познакомиться с новой трубкой, причем бесплатно. Ну, и вы можете на слайде видеть контакты, которые потенциально могут быть вам интересны. Здесь и PSL-поддержка, и мои собственные контакты в части почты, для того, чтобы вы могли оперативно с нами связаться. Ну, на этом у меня все. Евгений, передаю тебе слово. Задавайте свои вопросы. Да, Эдуард, спасибо. Постараемся на них ответить. Задавайте вопросы, наверное, прям по мере презентации, чтобы, ну, скажем так, чтобы не уходить далеко от темы и максимально эффективно постараться ответить на вопросы. Спасибо Эдуарду за представление. Мои контакты вы найдете детальные в конце презентации, последним слайном я оставлю там на какое-то время. Ну, и в любом случае, наверное, Эдуард разошлет потом презентацию всем или по запросу. Поэтому контакты у вас останутся. Как Эдуард сказал, у нас регулярный семинар – это базовые настройки системы N870. Углубленные настройки я несколько раз думал, как это сделать, но все время, собственно говоря, приходил к выводу, что углубленные настройки важны кейс-бай-кейс, что называется. То есть либо собирать кейсы и потом делать разбор полетов, каких исторических каких-то полетов, какие были сложности, как они решались, пока руки до этого не дошли. Поэтому то, что у нас есть из вебинара, это базовый вебинар. Если у вас случаются какие-то сложные нюансы, это лучше как бы решать уже этот отель. То есть либо через епиматику, либо через епиматику и меня. Соответственно, конечно, оборудование наше развивается активно и бурно, поэтому возникают какие-то баги периодические, с обновлением софта они решаются и возникает новое. Поэтому диалог всегда актуален и приветствуется. Ну, в общем-то, двигаемся вперед. Я буду проматывать, наверное, то, что мне уже набило взгляд, да, то, что мне набило уже оскомину. Для вас, как бы, все равно, ну, вы, наверное, быстренько просто пролистаете слайд, поймете, о чем будет идти речь на данном семинаре-вебинаре. Первое – это, собственно говоря, линейка, как она выглядит на данный момент, с учетом того, какая она была чуть раньше, зачем это нужно, за тем, что на складах все еще остается некоторое количество оборудов. В частности, N510, первый, который вы видите слева внизу, это Single Cell, он уже отошел. Его уже вы нигде не найдете, поэтому, ну, наверное, в следующей презентации я его просто уберу отсюда. Далее у нас самый слабый, самый стартовый элемент системы Microsoft и Single Cell в том числе. Это элемент под названием N670. По каждому из них я отдельно дальше расскажу поподробнее. Видите, стрелка, да, что N670 можно апгрейдить лицензии до полноценного N870. Ну, то есть, по сути, это означает, что это один и тот же архитектурный программный модуль, просто зарезанный функционально отсутствием лицензии. Следующий N720 – это предыдущее поколение Microsoft, которое также, на самом деле, уже End of Life. В следующем слайде уже N510 уйдет, N720 помечу как End of Life. Но его большое количество на складах у нас, то есть мы, понимая, что решение будет пользоваться спросом, потому что цена на него, так как это End of Life, уйдет очень прилично вниз по сравнению с новой Microsoft N870, а значит, она будет пользоваться спросом. Особенно в России, особенно по этому вот замечательному, в кавычках, курсу, который мы наблюдаем ежедневно растущему, и где он всплывет, этот курс весной этого года, следующего года, гарантировать нельзя. Поэтому у нас, имейте в виду, о нем я практически, ну, наверное, ничего не скажу в рамках этой презентации. По сути, настройки – это все то же самое, кроме того, что там есть значительно, как бы, существенные ограничения в сравнении с новой Microsoft. К Эдуарду обращайтесь за наличием, он всегда подскажет, сколько стоит, в какой комплектации и так далее. Вопрос, будут ли на трубках русские буквы, не очень актуален, потому что у нас на трубках есть русские буквы, а вот на каких нет, вы мне напишите. А, Эдуард уже написал, все, молодец. На всех трубках действительно есть русские буквы. Итак, двигаемся вперед. Просто посмотрите, да, то есть я не буду особенного подсказа по N720, ограничения видите. Ладно, расскажу. 100 трубок максимум, 30 базовых станций максимум. То есть что это за формат? Это формат, ну, условно говоря, у нас это разбирали как горячие пирожки авторитейлеры. То есть магазины, не магазины, а автоцентры, которые специализировались, ну, условно говоря, на спектре услуг. То есть продажа и сервисное обслуживание. То, где несколько помещений и клиенты, не клиенты, а сотрудники автодилера, бегающие постоянно по помещению, с клиентом от машины к машине до сервисного центра и так далее. То есть то, где нужна мобильность и то помещение, где не требуется больше 30 базовых станций. Как раз такой формат. Нас разбирали просто как горячие пирожки. Но в дальнейшем, когда у нас появилась большая система, собственно говоря, она и заместила малые инсталляции, и давала возможность, и дает до сих пор возможность масштабирования. Видите, как бы на правой части слайда это до 20 тысяч абонентов, до 6 тысяч базовых станций в одном хондовер-домене. Чуть позже об этом расскажу. То есть, в принципе, перекрывает уже все варианты запросов клиентов, какие только могут быть. Так выглядит, собственно говоря, дизайн новый, если кто не видел пока, 870 базовой станции. Удобно открывающаяся крышка. Удобно, если, ну, обратите внимание, внизу сначала защелкивается буквой «Г» блок питания, потом вставляется Ethernet. Тем самым блокируя выключение блока питания. Получается, что, ну, какая-нибудь, условно, ну, не всегда, скажем, серьезно подходит к делу инсталлятора, не всегда вешает базовую станцию так, как это рекомендует производитель. То есть, куда-то под потолок, условно говоря, запрячу, прячу все коммуникации в стену. Бывает, лежит на тумбочке, да еще и не так расположена, как надо. Да, бабушка, уборщица со шваброй подошла, там дернула шваброй, и никто не понял, почему, собственно, связь оборвалась. В данном случае такое будет невозможно. Ну, упадет, условно говоря, на пол, продолжит работать. И, конечно же, как бы, пауэровый Ethernet также присутствует. То есть, в принципе, блок питания не обязательно взять в устройстве. Так как у нас одним модулем N870 перекрывается весь функционал абсолютно микросоты, а функционал это что такое? Там чуть дальше будет более подробно. Это и роль базовой станции, и роль DECT-менеджера, и роль интегратора, и роль комбинированная, когда у вас все эти три роли в различном варианте могут использоваться. Все это делается одним и тем же модулем. И даже лицензирование требуется только на далеких этапах, когда требуется расширение уже более глубокое. Опять же, чуть дальше я об этом расскажу. В инсталляции SMALL, так называемой, то есть малой инсталляции, допускается 9 базовых станций использовать отдельно, и одну интегрированную, все в одном, что называется. То есть интегратор DECT-менеджер и базовая станция также на центральном модуле, который и управляет, и является базовой станцией DECT, обеспечивая покрытие в данной зоне для трубок. Ну, наверное, пробежались уже, да, то есть 50 трубок, 20 параллельных вызов и так далее. То есть не буду вас сильно дублировать информацией, которая есть на слайде. Далее, когда вы переходите за необходимость использовать, ну, условно говоря, 10 базовых станций отдельно, 10, 11 и так далее, до 60 базовых станций, то вы просто программно через веб-интерфейс переключаете систему, работу, ну, что называется, SMALL на медиум, да, одним чекбоксом. У вас получается функционал базовой станции с DECT-менеджера снимается, он работает только как интегратор плюс DECT-менеджер. Это роли, ну, условные, то есть роль интегратора в данном случае, не обращайте внимания, она нужна для того, чтобы в дальнейшем как раз разделить эти роли в больших инсталляциях по размеру. Здесь она просто, ну, что называется, объединена. Можете, соответственно, убрать ее уже там со стены, куда-нибудь в серверную комнату, на REC, не знаю, на полочку прибить, стяжками притянуть. Ее не требуется никакое DECT-излучение, ее задача будет только в Ethernet подключаться и, собственно, управлять вызовами. Получается у нас 60 параллельных вызовов, 250 трубок и 60 базовых станций без дополнительных лицензий в данной инсталляции. Далее переходим на размер LATCH. LATCH это уже когда 60 базовых станций, получается, не хватает нам. Нужно увеличивать до 61 и так далее до 6000 базовых станций. Как это происходит? У нас есть два варианта. При помощи выделения отдельно роли интегратора на первое, на виртуальный интегратор, ну, даже, наверное, наоборот, надо будет слайдами местами поменять, на виртуальный интегратор и на аппаратный интегратор. Аппаратный будет следующим слайдом, там расскажу поподробнее. Виртуальный интегратор – это у нас образ диска, который устанавливается на VMware, по-моему, с версии 2.53, то есть с той, которая вышла в июле, версия софта. Теперь имеется возможность устанавливать на Hyper-V. Микрософтовский, не пробовал, сказать ничего не могу, в софте заявлено. Ну, то есть, как бы, при желании, если у вас есть такая необходимость, такая возможность, ну, я понимаю, как бы, и в МВаре, и Микрософт уже условно, как бы, живут на нашем рынке, поэтому это все, опять же, кейс-бай-кейс. У кого-то получится, у кого-то нет. Ну, опять же, и не всем нужны такие инсталляции на 6000 базовых станций. Шутка, что 6000 базовых станций – это 100 дек-менеджеров, 100 кластеров больших по 60 базовых станций. То есть, в принципе, это такая гигантская инсталляция, они у нас уже в России сделаны, я больше скажу. Россия, собственно говоря, самая большая по количеству очень больших проектов в мире. Даже там Германия та же самая, там сотни и тысячи инсталляций, ну, понятно, у них средний и малый бизнес очень хорошо развит. Сотни и тысячи инсталляций маленьких, там, условно, 5, 10, 20 базовых станций, а у нас есть именно на 400, на 500, на 600, на 700 базовых станций инсталляции. И, собственно говоря, что такое виртуальный интегратор? Это машина, которая либо вы берете услугу в каком-то цоде, там, в каком-то дата-центре, и, собственно, арендуете емкость, инсталлируете на нее в МВАРе, либо у вас это своя собственная какая-то система есть. Но имейте в виду, если у вас ваша собственная система, она должна предусматривать полноценную работу виртуализации, то есть резервирование этого элемента интегратора средствами виртуализации. Если вы скажете так, ребята, у вас есть резервирование по уровню синхронизации, у вас базовые станции резервируются просто близким расположением, там, второй базовой станции рядом, у вас дект-менеджер резервируется в софте, так какого лешего у вас не резервируется, собственно, интегратор сам. Дело как раз в том, что интегратор резервируется виртуализацией системы. Поэтому просьба, ну, скажем так, принять это как данность. Бывают такие ребята говорят, ну, как же так вы? В МВАРе это дорогая система, если мы ее будем там еще использовать как резервирование серверов, это же денег не хватит. Значит, не ваш формат, что называется. Хотите большую систему, будьте добры, как бы, используя все ее преимущества, включая недостатки в виде стоимости. Таким образом, виртуальный интегратор – это отдельный сервер и виртуализация. Есть более простая система под названием аппаратный интегратор. У аппаратного интегратора есть свои ограничения, и выглядят они как не 100 дект-менеджеров и кластеров дект-менеджерами, а максимум 4 дект-менеджера. Но, по факту, 4 дект-менеджера – это 240 базовых станций. В принципе, эта инсталляция, я вам скажу, очень приличная. Очень приличная, и что она означает? Вы берете тот же самый модуль N870 и выводите его в отдельную роль под названием аппаратный интегратор. В данном случае вам понадобится, так же, как и в виртуальном интеграторе, вам понадобятся лицензии на управление дект-менеджерами. То есть, в случае аппаратного интегратора вам понадобится максимум 4 лицензии на управление дект-менеджерами. В случае виртуального интегратора – до 100 дект-менеджеров плюс лицензия на сам виртуальный интегратор. Что касается стоимости, стоимость копеечная, условно говоря, 1-2% от всей инсталляции. Поэтому для чего это было сделано? Это вопрос отдельный нашим архитекторам немецким. Проще было бы не использовать лицензии. Но сам факт. Стоимость копеечная. Что касается того, как эти лицензии получить в условиях санкций, скажем так, которые в настоящее время у нас складываются, с этим проблем нет. Немты сказали, ребята, мы не будем сильно отсвечивать, но ограничений на вас никаких не накладываем. Собственно, прошло уже полтора года нашего мероприятия. С ложностью никаких с лицензированием, никаких препонов нет. Ну, сразу как бы это отступление небольшое. Возможно, у кого-то есть вопросы на эту тему. Оборудование поставляется, лицензии генерируются, тикеты на исправление багов принимаются, работы по исправлению проводятся. Так что все аккуратно, не громко, не шумно, но своим чередом немцы делают, продолжают в России работать. Ну, наверное, по слайду все пробежались. Если вопросы какие-то остаются, просто пишите мне. Я, возможно, не рассказываю все эти цифры, которые на слайде есть. Если у вас по ним что-то непонятно, просто пишите тогда в окошке чата. Упрощенный модуль N870. То есть он только называется N670. На самом деле это абсолютно тот же самый N870, но, скажем так, укороченный по функционалу. Укороченность выглядит в чем? То есть вы можете использовать три элемента N670 без каких-либо дополнительных лицензий и новых каких-то еще модулей, чтобы это все заработало. То есть вы можете использовать один, можете использовать до трех, то есть два или три. При этом каждый у вас, один из элементов будет выполнять роль all-on-one. Все в одном, то есть интегратор как раз, бект-менеджер и базовая станция. Чуть подальше о ролях каждой из этих, точнее не так, о функционале каждой из этих ролей на отдельном слайде расскажу. Для того, чтобы, то есть если вы вдруг столкнулись с N670, у вас на столе лежит, бац, включайте, не работает. Первым делом все, что нужно сделать с нашим оборудованием, это обновиться до последней версии софта. Очень многие существенные изменения от софта к софту немцы реализуют, потому что компания образовалась давно, а вот занялась профессиональными решениями относительно недавно и вынуждена как бы интенсивными темпами проходить довольно-таки длинную дорогу от старта до там существенных каких-то функциональных возможностей. Варианты работы, ну как бы здесь смысл кратко расскажу, да, то есть есть инсталляция 8 вызовов на базовую станцию, есть инсталляция, где, ну здесь опять же не очень корректно может быть, да, здесь отсутствует одна базовая, точнее так, all-in-one плюс две базовые станции, то есть комплект из трех элементов N670 и возможные варианты при использовании лицензии и апгрейде до N870. То есть их можно также, ну что называется, сохранить инвестиции, когда бизнес начинается с чего-то малого или просто клиент захотел попробовать, купил N670 и три штуки, поставил, попользовался полгода, понравилось, сказал все, хочу теперь не 3, а 5, а потом не 3, а 8, и получается, что как бы эти либо выкидывать, либо что-то с ними делать. В нашем случае вы просто берете, покупаете три лицензии, которые по сути являются разницей в цене между 670 и 870, то есть нет там никакой переплаты слишком огромной для клиента. И, собственно, все приводите в полнофункциональное 870 состояние, используете уже, соответственно, до 6000 и до 20000 управленных трубок. Так, модули, о которых я говорил. Так как физически это один и тот же модуль, роли могут быть разные и функционал условно вот такой вот, как на слайде. Задача интегратора – это объединение трубок, пардон, объединение интеграторов, объединение дект-менеджеров, синхронизация между дект-менеджерами. Для чего нужно синхронизация между дект-менеджерами? Потому что, ну, опять же, небольшое отвлечение от темы. Есть понятие роуминг, есть понятие хендовер. Роуминг – это когда вы в аэропорту поговорили по мобильному телефону, самолет взлетел, связь оборвалась, прилетели в соседний город, трубку включили, связь вернулась. То есть активный вызов оборвался, но ваш телефон остался на связи. Это понятие роуминга. Понятие хендовера – это когда вы едете на машине вдоль длинной-длинной трассы, там, условно говоря, Москва-Питер, и по счастливому стечению обстоятельств у вас весь ваш разговор базовые станции перекидывали, базовые станции оператора мобильных связей перекидывали звонок с базы на базу. Для вас этот звонок был бесшовный хендовер. Он поэтому так и называется хендовер, как бы передача. Бесшовная передача звонка от базы к базе. Так вот, по умолчанию базовые станции в рамках одного дект-менеджера в количестве 60 штук позволяют без каких-то дополнительных манипуляций только средствами одного дект-менеджера делать вот этот бесшовный хендовер в рамках дект-менеджера. А если же у вас большая инсталляция, состоящая из 200-300 баз, и вам нужно этот бесшовный хендовер везде обеспечить, вам нужна синхронизация между дект-менеджерами. Чуть дальше я об этом расскажу поподробнее. При этом дект-менеджер выполняет роль СИП-юзер-агента и подключения базовых станций. То есть он управляет базовыми станциями и инициирует себя СИП-вызовы. То есть на АТС, когда вы смотрите логи, дебаги, сис-логи, в Airshark и все что угодно, вы видите IP-адрес по СИП-юзер-агенту дект-менеджера. По RTP, по голосовому трафику, вы будете видеть IP-адреса базовых станций, потому что именно от них идет голосовой трафик. Еще раз, управленческий с дект-менеджера, голосовой с базовых станций. Вот, собственно говоря, базовая станция, да, это уже физический канальный уровень по взаимодействию с трубками с одной стороны по декту и с АТС-кой, с сетевыми разными, ну, с удаленными абонентами по Ethernet. По декту идет сигнал на базовую станцию, дальше упаковывается в Ethernet и побежал вперед. Поэтому Ethernet для подключения базовых станций должен быть качественным. Иначе вы получите крепление, блеяние, пропадание, рассинхронизация, если это синхронизация по LAN и так далее, так далее. Здесь, собственно говоря, я ничего вам, ну, вот не смогу ничего показать, потому что система, как мы выяснили, не позволяет закатать PowerPoint в презентацию, значит, анимацию я не могу сделать. Смысл в том, слайд, что если у вас звонок инициируется на базовой станции А, то в Airshark вам покажет как раз RTP взаимодействие между станцией А и удаленным абонентом. Если же трубка в режиме Хондовера перешла на станцию Б, то у вас будет взаимодействие идти по RTP через станцию А. Ну, уже проксироваться, что называется, да, через станцию А. Переходит на станцию С, тогда Б уже не будет в цепочке, ну, понятное дело, это нелепость. Будет С, потом на А, потом на удаленного абонента. Опять же, информация полезная. Когда вы начинаете разбираться, как бегает телефония, вы увидите ровно такую картину, как я сказал. Совместимые трубки. Очень важный момент. А момент важен чем? Трубки у нас не дешевые. Более того, во-первых, C530 была, ну, совсем удобная для продаж, потому что цена ее была, ну, условно, там я не помню, в рознице, по-моему, 70 евро. Эта трубка уже end of life, вы ее уже у нас не найдете. Также, как и первая, точнее, следующая, со второй по четвертой трубки, они также уже практически, ну, по-моему, только R650 еще немножко осталось. Сейчас совместимые трубки из серии PRO, это вот R700, S700 и SL800. Maxwell C тоже совместим, но, как бы, он не популярен, поэтому мы отказались, собственно, от его использования. Но, как бы, в совместимости он все равно присутствует. В чем смысл? Совместимость трубок означает, что данные, идентификаторы этих трубок при регистрации на базовых станциях попадают в так называемый белый лист. В соответствии с этим белым листом они регистрируются не по ГАПу, не по простейшим каким-то функционалам ДЕКТА, а по расширенному функционалу ДЕКТА, который требует взаимодействия, расширенное между базовой станцией и трубкой. В частности, это информация такая, как общение с централизованными адресными книгами с трубки. С этих трубок у вас это будет работать, с трубок, которые имеют поддержку только ГАП и не включены в вайт-лист, это работать не будет. Списки вызовов, так как информация о списках вызовов, то есть пропущенные вызовы, входящие, исходящие, частично у вас хранится на трубках, то есть вы можете в меню трубки увидеть, что у вас были такие-то вызовы, но скорее исходящие, куда вы звонили. А вот всякие там пропущенные вызовы, эта информация хранится на базовой станции, и если это не профессиональная трубка, находящаяся в вайт-листе, вы ее просто в списках вызовов не увидите. Если для бизнеса этот вопрос важен, соответственно, вы им говорите, нет, ребята, только так. Если для бизнеса этот вопрос не важен, тогда бизнес имеет моральное право сказать, дайте мне трубку попроще из-за, ну пусть несовместимых, но с поддержкой GAP, желательно того же Kegaset, тогда вы можете посмотреть на трубки из нашей потребительской линейки. На данный момент рекомендация не смотреть никуда, кроме двух трубок. Это AS690HX и C550HX. Аббревиатура HX на конце означает, что она поддерживает функционал CAD-IQ как раз для взаимодействия с сторонними производителями в расширенном формате. То есть там уже можно получить более-менее стабильную работу самой системы, но все равно не будет ни списков вызовов, ни централизованной адресной книги. Но хендовер будет стабильный, будут передачи имен при входящих звонках с большой вероятностью. Но будет один также момент существенный. Если клиент говорит, у меня какая-то нестабильность работы системы, связанная с трубками, с дектом, то есть не по CIP, не по Ethernet, не по проводам, а на беспроводной части, то тогда немцы скажут, ребята, вы извините, мы не можем держать все трубки и тестировать взаимодействие со всеми трубками в мире, коих великое множество, у каждой разные софты могут быть внутри, как они себя поведут, нам неизвестно. Поэтому если вы хотите поддержку по дект-функционалу нашей микросотовой системы, уберите все непрофессиональные трубки. Если нестабильность останется, тогда мы поможем вам ее решить. Этот момент нужно понимать, этот вопрос очень важен, и сначала на него отмахиваются, продадим, а там разберемся. Лучше как минимум взять и протестировать у заказчика. У нас есть возможность и у нас, и у IP-матики дать оборудование в тест, таким образом, чтобы клиент, условно говоря, 2-3 недели, месяц протестировал бесплатно, как бы мы не берем за это денег, протестировал функциональность, устраивает ли она его, соблюдается ли какие-то параметры стабильности, которые для него важны, и параметры по функционалу. Если все устраивает, тогда уже принимает решение. Это рекомендация, это покажет и ваш профессионализм перед клиентом, если для вас не разовая продажа, а какие-то долгоиграющие отношения, ну, соответственно, нужно понимать, какую информацию транслировать и какую информацию, наоборот, предупредить клиента, скажем так. Правила установки базовой станции здесь как бы все просто. Не на пол, не под потолок. Почему? Потому что начинаются интерференции, рефлекшенсы, я не знаю, как по-русски это сказать, отражения и так далее. Температура эксплуатации от 5 до 45, это то, что записано в паспорте. Если вам требуется установка наружу, у нас нет наружного исполнения базовых станций, но у нас, это не то, что у нас, есть на российском рынке много компаний, которые производят аутдор-боксы с климатикой внутри, то есть для холодных регионов с подогревом, для горячих с охлаждением, собственно, это не является проблемой. Не помню, по-моему, нет, ну, у меня как бы не присылывая сейчас все-таки презентация, хоть я об этом тоже частично касаюсь. У нас есть, кроме N870, обычной N870E базы, то есть с внешними рожками, рожки можно открутить, разъем TNC, подключить свою направленную или круговую антенну внешнюю, которую можно вывести уже на улицу, то есть базовую станцию установить внутри, антенну вывести через стену на улицу и уже, как бы, получить аутдор-функционал при использовании внутренней базовой станции. И дальше требования к оборудованию. Ну, здесь, как бы, все просто. Первый класс по подключению POE, очень мало ватт требуется, как бы, для работы, и при этом все равно, как бы, остаются, у нас на рынке много раз сталкивался. POE-инжекторы, которые, с одной стороны, бывает, сжигают оборудование, это нехорошо, но мы пока что еще пока, если не ошибаюсь, никому не отказывали, если наше оборудование сожгли таким образом, меняли бесплатно по гарантии, с настоятельной рекомендацией больше не сжигать, выкинуть POE-инжектор, поставить что-то более качественное. В принципе, обычно первой просьбы достаточно, и продолжение не поступает. 10-100 мегабит в секунду, кому-то это может показаться мало, кто-то хочет видеть гигабит в интернет, ну, по практике, как бы, большего, собственно говоря, для телефоне и не требуется. Все остальное, я думаю, уже пробежали. Начальные настройки. Так как у вас устройства приходят все с, во-первых, они приходят с одним из каким-то там старым софтом, и вам нужно, по идее, бы все это дело обновить, прежде чем приступать к работе, но при этом, что хорошо, все устройства приходят по умолчанию в функционале база, базовой станции, то есть в минимальном функционале. Для того, чтобы сменить, точнее, продолжить работу, вам нужно одну из этих базовых станций перевести в роль All-in-One, роль Deck Manager, интегратор и базовая станция в одном лице. Для этого что делать? Как написано, вы нажимаете, погасло, в режим программирования элемент вошел, дальше вы смотрите вот по этой табличке, у вас каждое новое нажатие и меняются светодиоды на базовой станции. Не обращайте внимания на второй и на пятой, как бы эта индикация такая же, но немножко по-другому меняется на пятый Embedded Integraтор, нужно будет через веб-интерфейс зайти. То есть, когда вы выбираете два синих светодиода, вы получите функционал All-in-One по DHCP, а не Embedded Integraтор. Итак, ваша задача из базовой станции перейти в интегратор плюс Deck Manager плюс базовая станция. То есть, вы нажали на 10 секунд, подождали, пока светодиоды погасли и тут же включились, жмете короткими нажатиями и у вас меняется. Сначала никакой зеленый, потом синий-синий, потом никакой синий, ну и так далее, циклично, кругами. Вот, набрали, как бы, вы увидели два синих светодиода, отпустили, нажали, если вы ничего не будете долго нажимать, у вас базовая станция вернется как бы в нулевое состояние. А если вы нажали и подержали 5 секунд, 4 или 5 секунд, они, сколько здесь написано, 4 секунды, тогда, соответственно, загораются два красных светодиода, модуль переходит в режим перезагрузки и перезагружается уже в режиме интегратора Deck Manager базовой станции. Что это дает? Вы уже получаете по DHCP IP-адрес, который вам нужно найти. N670 то же самое, не будет останавливаться. Ну вот, то есть вам, как бы, следующее, что нужно сделать, это каким-то либо образом узнать IP-адрес с этого нового элемента All-in-One, все в одном. Я думаю, сами разберете, как это сделать. Вкратце слева перечень возможностей написан. По-другому никак, потому что трубка пока никакая не зарегистрирована, и зарегистрировать ее с морды устройства, как раньше можно было на синглсотовых устройствах через кнопку пейджинга не получится, кнопка не для этого. Экрана нет, соответственно, все, что вы можете сделать, это только средствами дополнительными, камерами, DHCP, таблицами и прочее, прочее. Узнали в IP-адрес устройства, получили к нему доступ, зашли на веб-интерфейс, получили вот такой вот внешний вид. По умолчанию в соответствии с инструкцией по эксплуатации, пожалуйста, скачивайте инструкцию по эксплуатации, не задавайте вопрос, какой пароль по умолчанию, сначала все-таки там немножечко, ну, почитайте мануал. Напечатанных на клавишах трубки у каких моделей трубок? Не понял вопрос, повторите, пожалуйста. У всех профессиональных трубок на клавиатуре билингва, собственно говоря, язык, и русский, и английский, если об этом вопрос. Итак, пароль по умолчанию, ладно, я скажу, конечно. Пароль по умолчанию admin, username по умолчанию admin, да и не по умолчанию, тоже admin username. А что вам нужно сделать при первом логине? Вы должны сменить пароль и выбрать DECT Radio Band. До тех пор, пока вы не смените пароль, систем вас глубже дальше не пустят. Ну, понятно. Система безопасности, вот дурака, что называется. Как сменить пароль, вам подскажут при введении этого пароля, потому что там будет сказано, такое-то простое нельзя, вам должно быть там и капсулы, ну, короче, и заглавные, и прописные, и цифры, и спецсимволы, и так далее. И выбирайте Европейский Radio Band. Если выберете Латинскую Америку или Бразилию, то к вам могут прийти гости и разбираться, что это вы там светите не в своем лицензированном диапазоне, и будут ругаться. Поэтому всегда выбирайте Европейский диапазон. Далее, изменили вы пароль и получили сразу же доступ на страницу статуса. На странице статуса вы видите имя, устройство, собственно говоря, роль, MAC-адрес, MAC-ID, эта информация нужна для лицензирования. Вот эти вот четыре последних актета, они для лицензирования нужны. Больше они для вас никакой существенной информации в работе вообще не дадут. Но не забывайте про них, когда заказываете лицензии. Ну, с IP-адресом все понятно, вы его ввели, диапазон убедились. DECT-PARI – это уникальный идентификатор DECT-сети в мире. Для чего это нужно? Так как DECT все-таки имеет пересекающиеся идентификаторы с соседними сетями, то должен быть некий впереди, что называется, уникально идентифицирующийся сеть, еще элемент этого номера. Вот, собственно, DECT-PARI – это тот самый уникальный идентифицирующийся сеть в мировом масштабе элементов. Текущие версии ПО. Я некоторые слайды сразу просто увидите дальше, некоторые слайды обновлены, некоторые слайды остались изначальными. Изначальные слайды, по-моему, там 26, еще 2.26 версия софта. Вы видите, да, уже текущие 2.54, с тех пор прошло, по-моему, пара-тройка лет. Для чего это сделано? Я просто показал вам, какая сейчас уже версия софта. Сейчас уже 54-я. Дата-время, резервная копия. Резервная копия – вопрос очень важный. Почему? Потому что вы можете один раз настроить, а потом раз обновились, два обновились, три обновились. А не обратили внимания, что подкралась какая-то нестабильность, которая там на втором этапе обновления софта у вас вылезла. И вам нужно откатиться на первую. И на первую вы уже не откатитесь версию софта без потери конфигурации. У вас конфигурация сохранится только, если вы откатываете на один предыдущий шаг. То есть вы обновились до 54-й, с 53-й, то 53-ю можно откатиться без потери конфигурации. На 49-й, условно говоря, вы уже не откатитесь. Поэтому настоятельная рекомендация перед каждым обновлением софта делать или после каждого изменения конфигурации делать сохранение. Лайсенс, лицензия Note Active. Показано, что у вас, ну, собственно, не используются пока ни интеграторы, ничего-то не было еще. Лицензии несколько, если интересно, я там чуть позже о них кратко остановлюсь. Далее переключаетесь в меню настройки, параметр LVS. Ну, здесь все понятно. То есть если у вас дект-менеджеров в сети будет несколько, ваша задача их идентифицировать. То есть, ну, рекомендация по идентификации понятна. То есть вы пишете в имени устройства то, где находится данный элемент, для того, чтобы его потом в дальнейшем было легко найти. Да, бухгалтерия, третий этаж. Далее все понятно, дект-менеджер. Со всем остальным тоже все понятно. Статика, динамика, Вилана и так далее. Проваливайтесь в следующее меню управления дект-менеджерами. Здесь вы видите, что по умолчанию у вас система стоит, а вот не факт. Может быть, и не по умолчанию, я, честно говоря, подзабыл. Может быть, по умолчанию она в среднем стоит состояние. Нет, нет, не по умолчанию, конечно, в маленьком она стоит состояние. Маленький – это та самая емкость, когда у вас модуль дект-менеджер выполняет, в том числе, функцию базы. И у вас дополнительно не больше девяти базовых станций. Внизу, собственно, зачем я этот слайд, опять же, обновил от предыдущих. Ну, вы не видели предыдущие, я просто говорю. То есть в новых софтах появляется возможность использовать периоды обслуживания. Периоды обслуживания на данный момент позволяют блокировать новые вызовы. Для чего? То есть вы хотите в большой системе, в системе при этом, которая требует, чтобы телефония работала круглосуточно. То есть нет такого часа, нет такой минуты, когда у вас может не возникнуть звонка. Другое дело, как бы, нужен он или нет, может ли он подождать, но может не возникнуть звонка. То есть даже ночью, условно говоря, люди работают. Когда вы включаете служебное действие, начало блокировать новые вызовы и даете, как бы, диапазон. Сколько длится и с какого момента начать. Что это вам дает? На трубках у людей будет состояние. Сервисный режим, подождите, условно говоря, полчаса. Система ждет последнего звонка и, ну, предполагает, что это будет обновление софта и уходит в процедуру обновления софта. Двигаемся дальше. Перезагрузка. Перезагрузка – это один из способов, собственно говоря, изменить емкость системы. То есть либо вы убираете емкость системы с маленькой на средней, либо вы говорите, что перезагрузить устройство в режиме Dispatcher DECT без базовых станций. Ну, по сути, это одно и то же. Система, встроенная ПО. Здесь прошу обратить внимание на обведенную такой голубым, как фигуру-то это назвать, прямоугольником таким, да, в правом верхнем углу, в котором написано Teamwork, Gigaset.com, Gigawiki и так далее, и так далее. Используйте, пожалуйста, всегда, то есть как у вас вот время появится, сейчас сфотографируйте, скриншот сделайте, забудете потом, просто на телефон хотя бы. По этой ссылке вы найдете всю информацию о наших продуктах. Вопрос бэкапов, ну, как я уже сказал, вопрос бэкапов есть на один шаг назад, это и есть бэкап. И есть, это я на вопрос отвечаю в чате, и есть, конечно же, вопрос сохранения конфигурации, я поэтому и говорю. Когда вы переходите на новый софт или сделали какие-то важные изменения, сделайте сохранение конфигурации, чтобы в дальнейшем его можно было восстановить, что это как не бэкап. Итак, возвращаясь, то есть по ссылке, которую вы видите, вы найдете всю информацию как по функционалу, так и по инструкции по эксплуатации устройств, также информацию по всем версиям, текущим, прошедшим, включая релизнот с программного обеспечения, который можно скачать для обновления, собственно говоря, устройства. Ну и прочее, прочее. Большой, огромнейший раздел FAQ, frequent last questions, да, вопросы, ну, короче, вопросы тюнинговых каких-то там элементов, как настраивать те или иные моменты в микросоте, которые не обеспечиваются веб-интерфейсом. А веб-интерфейс обеспечивает, ну, я не знаю, 30%, условно говоря, всех возможностей. Делать тяжелый веб-интерфейс, понятное дело, смысла нет, поэтому присутствует такой элемент, как автоконфигурирование через файлы XML. Вы можете XML-ским форматом сохранять всю конфигурацию, соответственно, регулярно ее обновлять на микросоте. Если на конфиге есть бэкап, тогда... Да, конечно, все верно. То есть, если вы хотите откатить на 2.51, и у вас есть конфиг для версии 2.51, вы можете туда спокойно откатиться. И спасибо Эдуарду, он скопировал ссылку в чат, можете прямо сейчас зайти, там отвлечься на минутку и сохранить букмарки в ваших браузерах. Так, что мы здесь видим? Встроенное ПО. То есть, встроенное ПО вы качаете именно по этой ссылке. В строчке URL-адреса встроенного ПО вы вводите, как бы, линк к этому файлу скачанному. Говорите, галочку ставите «Обновить сразу», ну, или по расписанию, как вам удобно. И говорите «Установить». После этого система как бы... Дэк-менеджер сначала уходит в процедуру обновления софта, подкачивает внутрь своей памяти, куда надо софт, перезагружается. После этого базовые станции вслед за ним начинают подтягивать эту версию софта. Если вы вдруг видите, что какая-то базовая станция у вас не подтянула версию софта, она у вас не войдет в режим полноценной работы. Она у вас будет написана, что работа в автономном режиме. Либо с ней что-то не то. Возможно, ситуация, что используется не штатный элемент питания. По инжектору, условно говоря, который не обеспечивает нужный ток для N870. Много раз такое сталкивался, ну, много-немного было такое. Для нормальной работы вроде бы достаточно, все загружается, все работает. А для того, чтобы обновить софт, там требуется вот, ну, несколько другое пороговое, как бы, видимо, напряжение, там, или пороговый ток для каких-то процедур по обновлению софта, и система просто мигает синими лампочками и не может обновиться. Думаете, брак, ерунда, выкинула, отдам гигасету, пусть сами разбираются. Гигасет, говорит, включите обычный внешний блок питания, который подходит по номиналу. Спокойно, абсолютно перезагружается с обновленным софтом. Не шучу, действительно, как бы такая история много раз повторялась. Так, все, то есть перезагружается, потом, соответственно, обновляется базовая станция, и можно работать. Обратите внимание на такой момент, и интегратор, если аппаратный или виртуальный используется, точно так же. Версия софта должна быть идентичной. Может в некоторых ситуациях более новый интегратор внешний, виртуальный, работать с предыдущими версиями N870, но так как по идентичности конфига они не совпадают, соответственно, у вас будут определенные нюансы по работе. Лучше даже как бы голову не ломать. Сразу же обновили интегратор, обновили дек-менеджер, базовые станции обновились, и продолжаете работать. Ну, это, собственно говоря, как выглядит страница, я думаю, уже кто-то зашел и посмотрел. Собственно, это страница с софтами. Опять же, видите, что она не новенькая, она, видите, 1 марта 2023 года, тогда еще не было софта 253-254. Двигаемся дальше. Настройка базовых станций и синхронизация. У вас есть дек-менеджер, вы открыли страницу базовые станции управления, и вы видите, что у вас первая строчка LocalBS VoIP.ru, условно говоря. Значит, LocalBS VoIP.ru, это у вас ваш дек-менеджер. Он по умолчанию себя называет LocalBS. Вы видите его версию софта, видите его статус, он сам себя синхронизировал, и видите какую-то базовую станцию, которая работает в автономном режиме. Причина несколько. Как я уже сказал, другой софт, но в данном случае, скорее, тут как бы она просто выключена. И видите внизу, синим обведенный MAC-адрес, новенький, это базовая станция, новая, которую вы только достали из коробки, включили в Multicast Domain, ну, как бы в ту же IP-шную подсеть, условно говоря, и вы увидите ее MAC-адрес в списке пендинга, возможности для подключения. Все, что нужно сделать, это на нее, собственно говоря, нажать, провалиться внутрь, и следующим шагом вы увидите вот такую картину. Опять же, тут же имя расположения, вы пишете, что это базовая станция, имеет отношение к четвертому этажу правого крыла здания 24, ну, соответственно, так и пишете. Включить базовую станцию, это все параметры по умолчанию. Если кому-то нужны статические адреса, опять же, здесь смотрите. Что такое уменьшить мощность передачи при использовании внешней антенны, это скорее вопрос к европейцам. У них есть отдельное законодательство по ограничению силы сигнала при использовании усиливающих внешних антенн. Подчас, если им нужно сделать направленную антенну, которая позволяет усиливать сигнал, то сначала нужно зарезать силу сигнала от базовой станции. Синхронизация. Существует у нас два типа синхронизации, у каждого есть свои нюансы. В данном случае вы видите много информации, я давайте кратко пробегусь по ней. Первое. Кластер. Вот верхняя строчка, да. Кластер 8i. Синхронизация 1. Мастер.лвс. Галочка. Тип синхронизации отсутствует. Существует синхронизировано. Источник 1. Что это такое? Ну, про имя я уже сказал. Это ДЭК-менеджер. Кластер 8i. Это имеет отношение к LAN-синхронизации. В LAN-синхронизации есть возможность делать кластеры автономные друг от друга, не связанные. Ну, с чем это? Почему это нужно? Допустим, для того, чтобы еще какой-то оборуд... ПТП-протокол, протокол синхронизации по LAN, он универсален, но не только для гигасета. Поэтому в сети может быть уже использовано оборудование, которое, условно говоря, в 1c-домене уже активно работает. Если подключить туда в 1c-домен еще свой мастер синхронизации, то вся эта синхронизация просто рухнет. И для них, и для нас. Поэтому что делается? Делается как бы использование автономного кластера синхронизации. План синхронизации. Какой-то элемент 1 на всю сеть должен иметь в этом кластере галочку. Мастер.лвс. Два мастера быть не может, понятно почему. Тип синхронизации не важен, потому что мастер.лвс дает синхронизацию и по декту, и по LAN. То есть он мастер для всего. Статус сам себе синхронизирован. Источник внутренний. Я сам по себе. Далее. Вторая базовая станция, которая в автономном режиме. Ну, как мы уже выяснили, она в автономном режиме, потому что выключена. Мы ей выбираем не чекбокс, а вот с ниспадающим списком LVS либо дект. Ну, в данном случае стоит LVS. И источник L.Lan. Простой L без всяких там дополнительных букв, увидите на следующих слайдах, какие там еще могут быть буквы, означает, что синхронизация по LAN и в рамках этого дект менеджера. Следующую базу я подключил. Она еще не успела синхронизироваться, во-первых, да и не синхронизируется. Потому что почему? Потому что кластер у нее не тот, не 8, а 1С. Тот, который используется по умолчанию. То есть забыли поставить. Такой же, как у мастера синхронизации. Можете очень долго ждать, пока синхронизация вам придет. И, собственно говоря, по нюансам LAN-синхронизации я чуть дальше вам расскажу. К нему очень большие требования. И это как бы не просто так. В случае использования дект синхронизации, вот видите, да, справа дект стоит. В случае использования дект синхронизации вы не обращаете много внимания на параметр кластера, хотя тоже они отделяют. Вы можете выбрать 1С и, по-моему, до, не помню, до 9С, до 7С. Не вспомню. То есть несколько уровней кластеров 1С разделяет тем самым сегменты на некие автономные области. И при этом уже, если вы используете дект синхронизацию, тогда чекбокс мастер LWS вам не столь важен. Вам скорее важны уровни синхронизации. Вот 1, 2 и так далее, посередине которой нарисованы. Почему? Потому что дект синхронизация, точнее так, в LAN синхронизации всего 2 уровня, мастер и все остальные слейлы. А в дект синхронизации до 15 уровней от 1. То есть получается у вас такое дерево, что называется, перевернутое сверху вниз или снизу вверх, как удобно. То есть есть один мастер, к нему ближайшие географические базовые станции, которые видят его в приемлемом качестве, эту базовую станцию. Им назначается вами уровень 2. Следующие базовые станции, которые географически цепляются к уровню 2, уровень 3 и так далее, и так далее. Синхронизация таким образом может, ну допустим, условно говоря, базовая станция номер 10, ей не обязательно от 9 синхронизироваться. Она может от любого уровня ниже. То есть и от 8, и от 7, все зависит от того, как вы нарисовали эту карту. А чтобы нарисовать карту, вам обязательно нужен комплект радиопланирования, без которого у вас гарантированно будут проблемы, если базовые станции условно больше 5 штук. Вы не сможете своим эмпирическим каким-то подходом определить, как расположить базовые станции так, чтобы все гарантированно работало и не сбоило. Так, вопрос. Мне непонятно одно, как девайсы и девайсы принимают в LAN, скажем, я выделил отдельно в LAN 10 и по BRTP. Давайте обсудим, наверное, как-то потом этот вопрос. Я не совсем понимаю, что вам на него ответить. И он вряд ли на одну минуту. Кластеры. Про кластеры кратко я уже сказал. Ну будем считать, что то, что я сказал, это была вводная часть, а сейчас это подведение на подведение. Закрепление материала. То есть роуминг – это разрыв соединения и включение трубки где-то в далеком месте. Хендовер – это без разрыва соединения, передача вызова от базы к базе. И распределение нагрузки тоже немаловажный момент, обратите внимание, для чего нужен этот параметр, для чего его нужно понимать. В статистике базовых станций вы можете увидеть такой параметр, как пик и коллс, по-моему, он называется. Пиковое количество звонков, которое было на базовой станции. Если у вас, допустим, используется кодек G711, и что дает возможность 10 параллельных одновременных вызовов на базовую станцию использовать, и вы видите пик коллс 9 или 10, не дай бог, это означает, что, скорее всего, у вас был и 11 колл, который получил отбой по причине отсутствия свободной емкости. Значит, вам нужно рядом поставить вторую базовую станцию, чтобы сделать распределение нагрузки. Система будет видеть, что если рядом стоит, то есть трубка видит, что две базовые станции с примерно одинаковым сигналом для нее доступны, она, соответственно, будет выбирать в зависимости от загрузки, ну, базовой станции будет говорить в зависимости от загрузки соседней, что давай позвони через меня, дорогая трубочка. Так, вопрос, есть ли таблица как в 720, как подключенный сигнал на базовую станцию? Да, есть такая таблица, точно так же через страницу статуса заходите в кластер, и там будет дерево синхронизации, как кто подключен, присутствует. Варианты, как могут использоваться кластеры синхронизации? Опять же, вот видите, справа коричневым цветом подписано кластер 1С, кластер 2С. Разделение на кластеры означает, что у вас возникла такая необходимость, да, то есть это делаете вы, это ваша настройка. А когда такая необходимость может возникнуть? Когда у вас все ваши базовые станции в рамках одного здания не получается объединить в один кластер, потому что у вас какая-то армирующее, там, армированное стекло, которое не позволяет дект сигнал, то есть это самый максимальный такой по блокирующему эффекту материал, который не позволяет дект сигналу передать на обратную сторону этого армированного стекла. Тогда вы что можете сделать? Вы можете разбить на два кластера, соответственно, в каждом кластере придется назначить одного мастера, и когда вы это сделаете, у вас в каждом кластере будет хендовер домен. Но когда вы будете переходить из одного кластера в другой, у вас будет обрыв связи, то есть здесь у вас будет срабатывать ромы, что как бы нехорошо, но есть варианты, как с этой задачей справиться. Следующий слайд. Вы можете сделать, использовать синхронизацию LAN. Синхронизация по LAN позволяет вам пройти, ну то есть предполагается, что в стекле есть дверь, да, вы можете как бы через эту дверь пройти. И несмотря на то, что дект синхронизация требует очень существенно более качественного сигнала для своей синхронизации, LAN-синхронизация требует, скажем так, она менее требовательна к дект сигналу соседних базовых станций для того, чтобы трубка прошла между ними без разрывов. Таким образом, использование LAN-синхронизации может помочь в данной ситуации. Может помочь, я как бы не говорю, что это будет гарантировано так. Чуть дальше расскажу, как бы, вот условно говоря, как это выглядит. Сейчас секундочку и пробегусь с нестанавливанием синхронизации по декту, основной части помещения. То есть у вас получается здесь, на данном варианте, у вас часть базовых станций синхронизирована по дект, но так как у вас при полной синхронизации по декту не получится пройти в дверь между данными комнатами большого помещения, тогда у вас используется посередине LAN-мастер, который позволяет как раз именно обойти это ограничение. Ну, то есть это несложно, как бы, обращайтесь, если нужно помочь в этом варианте инсталляции, если у вас будет такая задача, то обращайтесь, подскажу, как это сделать. Данный слайд, наверное, для того, чтобы не сделать ошибку, когда вы уже далеко ушли по настройке базовых станций и вдруг увидели, что у вас появилась возможность для кластера C сделать, условно говоря, не только дект и LVS, источник синхронизации, но и смешанный. Вот если вы хотите сделать именно смешанную синхронизацию, не выбирайте случайно дект и LVS, потому что все они у вас именно переключатся в тот самый режим дект или LVS. Ну, это сделано, как бы, неудобно с точки зрения нас, да, то есть производителя, имеется в виду, сделано неудобно с точки зрения пользователей по настройке, поэтому я вынужден обращать внимание, чтобы случайно не сбить, вызвать волну ругательства от клиента, который сломал все, что он до этого настраивал. Синхронизация базовых станций, что мы здесь, ну, собственно говоря, ничего особенного не видим. Мы видим только то, что если у вас появилась дополнительная базовая станция, вы ее выбрали, по умолчанию она идет, как бы, в виде синхронизации дект, поэтому вам нужно сначала не спадающим списком выбрать LVS, и у вас варианты какие? Либо вы жмете общую кнопку «Установить» внизу, либо вы говорите только для кластера C, а их может быть несколько, и они тогда будут все отображаться несколько. Вы можете для кластера 1C установить источник синхронизации LVS и нажать синхронизировать. Это удобно, у вас 20 базовых станций, вы их все не перекидываете отдельно сюда, просто говорите, там, один кластер C, все в LVS синхронизируют. Все, оно у вас как бы ушло, все в кластер C, в LAN синхронизацию. Это, собственно говоря, различие по DECTO и по LAN синхронизации. Я не смог, на самом деле, от немцев добиться, какой параметр в DBM-ах достаточен для того, чтобы работала синхронизация по LAN, но по моему опыту и 85 дБ, и даже когда 90 дБ, помежду базовыми станциями вполне себе позволяют работать. В чем разница DECTO и LAN синхронизации? С одной стороны, LAN синхронизация позволяет растянуть количество базовых станций пошире, а значит уменьшить себестоимость, собственно, самой DECTO-сети для клиента, но миллиард раз и будет еще повторяться и увеличиваться, сталкивался с тем же самым, думают, что они так сэкономят, клиенты не получается экономить, потому что для того, чтобы работала LAN синхронизация, нужно не только DECTO-сигнал, более слабый в данном случае, но и LAN-инфраструктура более качественная. То есть это должна быть LAN-инфраструктура, которая обеспечивает, там, чуть позже, наверное, чуть позже об этом скажу, характеристики LAN-синхронизации очень требовательны к инфраструктуре сети. Вернусь к ним чуть позже. Как я уже сказал, ну давайте прочитаю, здесь важно. Не требуется уровень синхронизации. Что это значит? У вас только один LAN-мастер, все остальные слэвы, все. Вы не заморачиваетесь этим рисованием дерева и так далее, но это не означает, что вы не должны делать радиопланирование. Радиопланирование должно вам все равно обеспечить работу хендовера, а хендовер у вас обеспечится только если базовые станции видят друг друга. Не трубка видит базовые станции, а базовые станции видят друг друга. У вас, возможно, случайно, что обрыва не произойдет, когда трубка пройдет между двумя базовыми станциями, которые не видят друг друга. Но это будет случайно, потому что вы попадете в незанятый частотный канал. А вот если как бы дек-синхронизация, ой, не дек-синхронизация, лан-синхронизация не передаст информацию. Что такое лан-синхронизация? Ланс-синхронизация – это не передача информации по частотным каналам, свободным от другой базовой станции. Это стробирующий сигнал и не более того. То есть просто дынк-тынк-тынк, там идет стробирующий сигнал, который синхронизирует базовые станции, а информация о свободных частотных каналах, для чего, собственно, все это требуется, идет все равно по декту. Поэтому базовые станции должны друг друга видеть по декту. Но, как уже сказано, более слабо. Более слабо будет так уровнем сигнала. Недостатки. Базовые станции должны быть в одном браткаст-домене. Ну, браткаст-домене имеется в виду, да, то есть работа идет протокола PTP по мальтикасту. Соответственно, для того, чтобы работала синхронизация LAN, вам нужно эти мальтикасты перекидывать между раздельными подсистемами, подсетями. Очень важный момент, значительно более важный, чем все остальное – это JIT, отклонение задержки. То есть, чтобы вы понимали, есть понятие задержки, которое может измеряться, условно, одна микросекунда, а есть понятие JIT, то есть отклонение задержки. То есть, то, как эта задержка со временем меняется. То есть, прыгает относительно среднего, вверх-вниз. Вот если это отклонение на длительном интервале времени будет больше 500 наносекунд, то протокол PTP скажет, что система нестабильна, синхронизацию рассыпаю. Если синхронизация будет рассыпаться, у вас не будет работать телефония. Такое возможно от чего угодно. Использование старых свечей. Вот в данном случае, там сейчас у нас, условно говоря, есть клиент, у которого сложная инфраструктура, уже сложившаяся, лановская инфраструктура на объекте, большая, там много сотен базовых станций. И все эти много сотен базовых станций надо объединить в один кластер синхронизации. Что-то работает, что-то нет. И когда начинаешь копаться, там винегрет абсолютнейший. То есть есть буржуйские очень дорогие свечи, есть китайские очень дорогие свечи, есть китайские дешевые, есть российские разные, есть буржуйские старые. То есть такой винегрет, что все это заставит работать очень сложно. Думаете сэкономить, а по факту получаете большой-большой геморрой. Поэтому прежде чем принимать решение, как строить архитектуру дектовской сети, дектовской подсистемы, лучше взять в тестирование и досконально изучить особенности работы лановской инфраструктуры. Требуется высоконадежный лан, смотри требования ниже. Смотрим требования ниже, что тут у нас. Как можно меньше коммутаторов на пути к базовой станции. То есть если у вас есть один какой-то корр, там корр-свич, к нему там подцеплена юбка с одним уровнем, ну наверное да. То есть вы лан-мастер сажаете в центральный коммутатор ядра, а слоевые соответственно у вас раскидываются по всем остальным коммутаторам. И желательно не делать из этих коммутаторов цепочку. Если вы сделаете цепочку, то джиттер у вас каждым новым плечом будет умножаться. Не складываться, а умножаться. Одно плечо добавить будет еще более-менее работать, второе как бы плечо добавить уже будет большая проблема. Я думаю пробежались, опять же все понятно. Чем меньше вы вешаете на коммутатор задач, то есть инспектирование трафика, то есть вам захотели там, я не знаю, то даже элементарно это и GMP Snooping, то есть он что делает? Он изучает пакеты, как они бегут. А что такое изучение пакетов? Это анализ, это занятость процессора-коммутатора на какую-то задачу. Занятость процессора-коммутатора на какую-то задачу – это джиттер задержки сразу же. То есть лучше вот прям оттупить коммутатор, то есть взять быстрый качественный коммутатор и максимально его оттупить. Тогда у вас ланс синхронизации будет с большей вероятностью выручать и быть, скажем так, окупать масломаслом, да, окупать саму по себе экономность этой системы. То есть реализовывать то, что вы хотели изначально. Так, что здесь еще у нас есть интересного? Я уже подзабыл немножко. А здесь, наверное, вот что будет. То есть один раз, когда у вас случится переход за 500 нс по протоколу PTP, у вас будет внутренняя индикация, что внимание, там что-то не очень хорошо. Но синхронизация не рассыпется. Синхронизация рассыпется, если на длительном интервале времени, ну, условно, несколько подряд таких пакетов придут с превышением 500 нс. Все это можно увидеть через веб-интерфейс базовой станции, через веб-интерфейс депт-менеджеров. То есть вся эта информация собирается в кучу и для администратора доступна. Это администраторы, и для пользователей, имеется в виду, для администратора клиентов. Чуть дальше, по-моему, даже будут на это дело, извините, немножко подзабыл, будут на это дело слайды как раз размещены. Прочие устройства также могут играть в сети роль PTP-мастера. Как я уже сказал, это не гигасетовский протокол, это, собственно, у нас и ЦИСКи, и прочие там тысячи разных устройств умеют генерировать PTP-протокол. Можно, собственно, и от них генерироваться, это как бы невеликая проблема. Просто смысл в том, что нужно понимать, что они могут в сети и могут вам мешать запустить свою синхронизацию. Для этого здесь, собственно, эта информация, нужно обращать на это внимание. Вот, значит, вы можете зайти в статистику базовой станции, начиная с версии P2.3.6. Сейчас уже там значительно все интереснее. Опять же, чтобы зайти на веб-интерфейс базовой станции, вы используете юзернейм и паспорт вашего DECT-менеджера. Когда вы нажмете на этот чекбокс, у вас откроется окошко «Залогиньтесь». У нас просто... Почему я это говорю? Потому что кроме этих логинов у нас еще и CLI-логин. Он несколько другой, но там чуть позже я о нем скажу. Итак, вы заходите, и на одной из страничек видите вот такую вот статистику. И видите вот строчки внизу, PTP, PTPD и DLSD. Вот как бы PTPD не должны превышать 500 наносекунд. Когда вы зайдете на Teamworks, Gigawiki, как я уже сказал, та самая ссылка, которую Эдик выше публиковал, на одной из страничек, если не найдете, дайте мне знать, я вам подскажу, где это найти, будет именно вот расшифровка, но относительно детальная, я не скажу, что она здесь прям идеальная, идеальная, чтобы ее понять, но относительно там что-то описывающее, что означает то или иное поле, описательная часть это на Gigawiki, вы можете все найти. Вариант, как использовать LAN-синхронизацию, тоже есть несколько вариантов. Первое. Вот у вас получается два коммутатора, которые пропускают там через себя мультикасты, у вас слева внизу образовался PTP-мастер, у вас без дополнительного джиттера добежало все до последней базы, без джиттера, без отклонения. Соответственно, LAN-синхронизация работает стабильно, все нормально, все отлично. Далее. Возникает ситуация, когда у вас до не видят PTP-мастера, отклонение больше 500 наносекунд. Соответственно, за вторым свечом, то есть второй свеч дает дополнительный джиттер, который увеличивается в сумме более 500 наносекунд. Соответственно, что-то нужно организовать для тех базовых станций, которые находятся справа. Ну, как бы можно пойти простым путем, перенести PTP-мастер, собственно говоря, в центр, что, наверное, будет проще всего. Но если такое по какой-то причине не получается, вы как раз начинаете использовать изолированный кластер. То есть 8i – это 1c, это 1 common, 8i – это 8 изолированный. То есть у него, соответственно, в вайр-шарке вы увидите субдомена, вот 28, да, 28-й субдомен в вайр-шарке будет идентифицировать работу как бы данного кластера. И далее вы как бы говорите, что синхронизировать эти два… Это два разных deck-менеджера. Вот deck-менеджер один, вот deck-менеджер другой. В рамках одного deck-менеджера это сделать не получится, у вас будет разрыв handover. Когда у вас есть два deck-менеджера, вы можете сделать синхронизацию между deck-менеджерами. В данном случае у вас мастер должен быть в сети для одного кластера один, несмотря на то, сколько у вас deck-менеджеров. Хоть 100 мастер для одного кластера должен быть один. Но вы можете выйти из этой ситуации, использовав изолированный кластер для LAN-синхронизации и через меню синхронизации дек-менеджеров. Если будет что-то непонятно в настройках конфигурации, как это делается, дайте мне знать, я подскажу опять. Там, в принципе, ничего сложного. Вы получаете работу хенд-довера. Далее у вас точно такая же история, но только на коммутаторе. Коммутатор у вас относительно умный, и вы ему говорите, что мальтикасты не передавать между двумя данными сегментами сети. Таким образом, пакеты PTP-кластера 1C просто не будут доходить до второго кластера, будут блокироваться коммутаторами, и, собственно, система будет работать. Далее опять синхронизация дек-менеджеров и синхронизация дек-менеджеров по декту, причем в данном случае, так как у вас здесь не получится их по LAN-у синхронизировать. Говорите, синхронизировать по декту дек-менеджеры, и у вас работает хенд-довер. То есть вариантов много, как обойти ситуации, сложившиеся с LAN-инфраструктурой. Синхронизация базовых станций – это то, как выглядит индикация. Ничего особенного не будет останавливаться. Базовая станция, когда засинхронизировалась, она два зеленых корица и храна из дек-трэд. И начинает мигать, когда идут звонки. Наверное, самым сложным уже прошли. Далее. Когда мы закончили с синхронизацией, все, что нам нужно сделать, это обеспечить, собственно говоря, регистрацию сип-агента дек-менеджера на телефонной станции. Что для этого нужно сделать? Вы заходите в профиль поставщика услуг или АТС, у вас есть 10 различных записей на 10 различных операторов. Соответственно, вы можете… Ну, в данном случае у нас, видите, Телфин является оператором, не реклама. Внутрь проваливаетесь, настраиваете какие-то там элементарные элементы, типа, ну, на систему не обращайте внимания, это для того, чтобы быть совместимым с рядом европейских производителей и телефонных систем. В данном случае нам нужна либо автоматическая, либо стандартная гид-система. Пункт, который выделен красным цветом, означает, что если у вас зарегистрированная трубка по какой-то причине отключилась, то сип-регистрации должна быть снята с телефонной станции. Ну, то есть, как бы, так как это в данном субменю присутствует, соответственно, я об этом так сразу и прыгну сюда, уж извините. То есть, оно вроде бы относится к трубкам, но сюда не возвращаться. Далее, по настройкам оператора связи, все, что нужно настроить. То есть, здесь есть поле, видите, сервер регистрации, здесь есть поле режима прокси сервера из входящих сообщений, то есть, моя рекомендация, как бы, сервер регистрации и режим прокси входящих сообщений. Ну, сервер регистрации всегда, а, извините, это резервный. Ну, не суть. Когда вы зайдете на интерфейс, вы все быстро там поймете. То есть, будет чуть выше, должна быть еще информация, здесь у меня она выпала. Будет сервер регистрации, здесь он показан резервный, там будет основной сервер регистрации, режим прокси-сервера исходящих сообщений, вы указываете, собственно говоря, либо домен, либо IP-адрес, собственно говоря, сервера регистрации. Далее, соединение с тоновым набором через VoIP. Это вариант, как вы, собственно говоря, планируете передавать ваши тоновые сигналы через сеть, и варианты, видите, через аудио, через RFC или через SIP.info, либо автоматический режим. Данный слайд о том, что каждая базовая станция имеет возможность обеспечивать разное количество одновременных вызовов в зависимости от используемых кодеков. Обратите внимание, по умолчанию все активные кодеки используются, вот в меню недоступные, а активные. Таким образом, PCMA и PCMU G729 означают, что у вас будет базовая станция поддерживать 8 одновременных вызовов и не больше. Если вы хотите, чтобы у вас было 10 одновременных вызовов, вам нужно удалить из активных вызовов G729 в сторону доступных. Тогда у вас появится, собственно говоря, возможность использования 10 одновременных вызовов на базовую станцию. Все, что здесь видите, как бы можно играться, включая на абонентскую часть отображения информации о звонящем. То есть, если у вас что-то не отображается о звонящем, вы меняете вариант PIPI from, собственно, там разные комбинации этих полей, и видите, как меняется, собственно, это вопрос совместимости с телефонной станцией. То есть, для того, чтобы добиться совместимости, вы на этой странице можете использовать различные комбинации. Мелодия для групп вызовов – это просто для того, чтобы трубки были более, скажем так, информативны для входящих вызовов. Если это что-то там групповое, а не индивидуальное, условно говоря, будет другая мелодия. Это все можно добиться как через веб-интерфейс, так и через автопровижение. Настройка абонентских трубок. На данной картинке то, что вам может понадобиться. Почему? Потому что, ну, во-первых, у вас могут быть трубки, доставшиеся от кого-то, и вам их нужно сбросить в ноль, обрезетить, и это часто бывают трубки, которые у вас достались от старых телефонных систем, потому что, ну, условно говоря, люди на Unify, люди на Avai, люди на Might или на Skoda, на чем угодно. Нацистки, бывает, используют гигасетовские трубки. Вот, много раз я это видел, и не все знают, как их сбросить в дефолт, а их нужно иногда обнулить. Тогда вы, как здесь написано, трубку выключаете красной кнопкой, зажимаете 1,4,7, что очень неудобно, как бы, зависит от гибкости ваших пальцев. Зажимаете 1,4,7 и включаете трубку. Смотрите на экран, понимаете, что там какая-то ерунда высветилась, жмете 7,6,200. Экран мигает, а вы, как бы, не обращая на это внимания, упорно жмете 7,6,200. Последовательно, это уже вы набираете 7,6,200, и у вас попадает трубка в сервисное меню, в котором вы можете с одной стороны сделать handset reset, а с другой стороны, промотая чуть ниже, попробовать сделать metron mode, то есть режим измерения, который позволит показать, не совсем так, как средствами радиопланирования, но все-таки хоть как-то показать уровень сигнала до ближайшей базовой станции. Это все через сервисное меню делается. Итак, вы сбросили трубку в reset, что вам можно сделать следующим этапом? Можно не делать. Если трубка ваша позволяет подключаться по USB, то вы можете скачать с нашего сайта. Какое количество каналов сервером регистрации поддерживается, поясните вопрос, мне не совсем понятно, каких каналов. Если у вас есть USB на трубке, вы скачиваете софт под названием QuickSync, прямо в Яндексе можете набрать GIGASET QuickSync, он у вас там отведет на нужную страницу, откуда скачаете. Эти трубки вы можете обновить до последней версии софта. Последняя версия софта лежит на GIGASET-овских сайтах. Если скажете, скачайте мне или скажите, по какой ссылке скачать, не скажу. Немцы не дают доступ к этому сайту, только возможность самой трубки. И я даже не смотрел, честно говоря, никакими варшарками, что она при этом делает. Количество одновременных разговоров АТС 60 на ADECT-менеджер, и внутренних, и внешних в сумме 6000, это я на вопрос отвечаю, и 6000 одновременных случаев виртуального интегратора. Транков на АТС до недавнего софта вы использовать не могли, только peer-to-peer, только SIP-овские регистрации без транков. На 720, кстати, если вам нужно, на 720 работа по транкам полноценная есть. На 870 я бы пока не рекомендовал использовать, потому что я, честно говоря, пока встречал проблем на реализации транков. Вам транки нужны, по сути, только если у вас циска, для того, чтобы сэкономить на лицензиях. 200 долларов на одного абонента, если не ошибаюсь. Для того, чтобы подключить условные 100 трубок, вы сразу же экономите очень много денег. Для всего остального сектранки на суп не нужны. Вопрос. Обновление трубок через DECT-менеджер возможно, если это трубки профессиональные. Если это трубки потребительской линейки, подключены по ГАПу, тогда, соответственно, как я уже сказал, взаимодействие по служебному каналу между трубкой и базовой станцией невозможно, а значит, обновление невозможно. Если вы хотите использовать трубки AS690HX, как я сказал, либо C550HX, то у вас есть полуавтоматический режим. Кривой этот режим означает, что вам нужно иметь базовую станцию, родную для этой трубки. То есть это называется AS690 IP-FLEX у нас аппарат. Базовая станция плюс трубка. C550 IP-AIP-FLEX. То же самое. Вот через эту базовую станцию вы сможете обновить софт трубки. Через профессиональную N870 вы не сможете обновить потребительскую трубку. А профессиональные трубки, да, сможете. Итак, от ранка, собственно говоря, если вы войдете именно в транк, тогда вам нужно будет использовать одну запись под транк на АТС. То есть нескольких транков у вас не получится. По крайней мере, я такого не делал и я что-то сомневаюсь, что зачем это нужно. Еще раз, если трубка позволяет, имеет USB, а новые профессиональные трубки имеют USB, то их можно обновить и квиксинком, но с другой стороны, как бы это можно сделать по воздуху. Единственное, что нужно обеспечить для софта по воздуху, это чтобы система DECT имела доступ в интернет. В случае, если в системе DECT запрещен доступ в интернет, то обновить трубки профессиональной линейки вы можете через компьютер, который имеет доступ к интернету, установленный по его квиксинку. Профессиональные мелодии, ладно, я как бы не буду останавливаться. На SL трубки это можно сделать, и картинки, и мелодии там все поменять. SWOTA, это как раз то, о чем мы сейчас говорим. Для того, чтобы запустить софтуру update OZE, обновление по воздуху, вам нужна версия софта старше 2.44. Мой призыв использовать версии последней всегда, поэтому предполагается, что у вас данная возможность сразу будет. Настройка трубок. Вот когда вы зашли в меню мобильных устройств управления, администрации пока написано, бог с ним не важно, вы увидите в типе название трубки и ее вот эти вот три буквы PRO на конце. Ну, соответственно, сразу поймете, к чему она относится и какой функционал вы от нее можете ожидать, какой нет. Если список совместимых аппаратных ATS, которыми работает Gigaset, есть, я даже больше скажу, эта информация по совместимости на том же самом Gigawiki вы можете найти. Ну, это точно 30X, это точно E-Star, 30X, извините, как бы, да, это софтовое. Ну, E-Star, как бы, если хотите, аппаратный. Агат, с Агатом работает, с Ателовским работает, с информтехникой работает. Ну, это уже наши, как бы, российские, понятное дело, да, то есть, как бы, аппаратные немецкие списки вам, которые на Gigawiki вряд ли будут интересны. Если вам интересны наши российские, то я вот их назвал. Они работают, они протестированы, и, ну, не от всех мы смогли добиться протокола тестирования, но, как бы, эмоционально от тестировщиков было сказано, о, отлично, как бы, все прекрасно, все шелестит так, как и должно, так, как и задумано нашей системой. Ну, с нюансами, опять же, то есть, допустим, я не знаю, есть условный Sotel, условный, который, как бы, хочет автопровиженик запускать с использованием своего сервера. Пока не получается, это нужна какая-то дополнительная работа и со стороны Sotel, в том числе, для того, чтобы обеспечить тот автопровиженик, который реализован в нашей системе. В нашей системе это, собственно говоря, веб-интерфейс и XML-файлы сформированы. Но по функционалу звонков, звонок туда, звонок обратно, группы, там, паркинги, переводы, слепые, не слепые, там, с сопровождением проверено, как бы, это все нормально работает. Это не означает, что определенная версия софта что-либо изменит, поэтому прежде чем, ну, как бы, гарантировать заказчику, что все совместимо, надо сказать пару слов, типа, а давайте все же протестируем. То есть, как бы, производитель заявляет, что работает, но все бывает, давайте, как бы, сначала сделаем тестовый пилот. Что здесь? Это, собственно, как регистрировать трубку. Первое. Трубку можно регистрировать, не используя ИПУИ. ИПУИ это тот же, ну, имея на мобильном телефоне, да, то есть, если вы не используете поле ИПУИ, это означает, что любая трубка, которая видит, что окно открытое, на котором, окно регистрации на ДЭК-менеджере, на базе открыто, и трубка входит в режим регистрации, значит, любая трубка может зарегистрироваться на тот аккаунт, который вы вот сейчас завели. Если вы такого, как бы, видеть не хотите, вы говорите, что ИПУИ должен быть такой-то, вводите его сюда, ИПУИ вы можете считать как с трубки самой, так и с упаковки, в которую пришла трубка. В автопровижнинге вы тоже можете сделать все то же самое, введя допустимые ИПУИ, которые могут зарегистрироваться, которые нельзя, соответственно, там их не будет, они и не зарегистрируются, далее вводите имя для проверки пользователя и имя пользователя, это одно и то же поле, я не знаю, наверное, в каких-то АТС-ках это имеет логическую разницу, поэтому их там можно по-разному сделать, но вот как бы немцы реализовали так и во всех случаях, можно сказать, в большинстве, во всех случаях, как бы это поле должно быть идентичным. Пароль, это понятно, пароль аккаунта, отображаемое имя, это здесь вы можете, соответственно, написать то, как эта трубка будет называться, когда вы включите. Здесь нажали Set, здесь это нижняя простынка страницы конфигурации трубки, это то, что вы можете здесь назначить, ведь количество пропущенных вызовов хотите видеть, нет, то есть это вы можете все использовать. И далее, что нужно сделать на трубке, ну, наверное, здесь все просто, да, то есть вы заходите в меню трубки, в место, где вы начинаете регистрацию, и нажимаете зарегистрировать. Так, вопрос. На АТС нужно для ДЭК-мейджера сделать отдельный аккаунт, как для внутреннего абонента. Так происходит скрещивание ДЭК-аппаратное АТС, или как АТС-мейджер аккаунт. Собственно говоря, на АТС заводится аккаунт, на вот здесь вот так же заводится аккаунт, вот это вот, собственно говоря, как раз место и есть. Собственно, на этом месте они линкуются друг с другом и привязываются к трубке вот в верхней части. То есть СИП-привязка идет вот здесь вот в нижней части, а в верхней части привязка к ДЭК-у. Трубку зарегистрировали. Это, собственно говоря, как увидеть ИПУ. То есть, либо, ну, коробку потеряли, условно говоря, или досталась вам трубка, которая где-то там жила, и у вас не осталось от нее ни коробки, никакой информации по ней. На джойстике. Джойстик – это вот эта вот квадратная приблуда посредине клавиатуры. Нажимаете вправо и жмете звездочкой решетка 06 решетка. Опять же, несмотря на то, что при этом появляется на экране. То, что жмете подряд. И появляется у вас первая строчка. Это, собственно говоря, и будет ИПУ. Это то, что самое, та же самая страничка, что и выше, но с использованием ИПУ. Не останавливаясь, двигаемся дальше. Дальше у вас, как бы, окошко становится вот такое вот, и трубка ждет регистрации. Она ждет, собственно, не трубка, система N870 ждет регистрации, как раз, когда к ней подключится трубка. И потом автоматом. То есть F5 не надо сжать, система, как бы, обновляет со своей странички все автоматически. Обратите внимание, здесь есть возможность внизу. Трубку, где это? Вот экспорт и импорт сделать. То есть, если вы понажимаете чекбоксы всех трубок и скажете экспортировать, тогда потом вы сможете легко их импортировать обратно. Для чего это может быть нужно? У вас, ну, условно говоря, нет старого конфига. Вам нужно откатиться на, там, два шага назад по софту. Тогда вы делаете по базовым станциям экспорт и по трубкам экспорт. Потом вы сделаете импорт, и вам останется всего там на все настроить АТС-ку, для того, чтобы получить рабочую конфигурацию, как бы, на более старом софте. Ну, то есть, это упрощение, как бы, жизни. Это мы уже проходили, но что здесь есть? Здесь у нас есть центр регистрации. Центр регистрации означает, что вы не для каждой трубки говорите, зарегистрировать сейчас. А вы говорите, что начиная с времени начала регистрации, условно говоря, там, сейчас, и в течение 10 дней у вас открыто окно на регистрацию всех трубок. Раздали трубки вашим абонентам, ваши абоненты пришли на работу в течение недели, включили телефон, им нужно сказать, что нужно нажать кнопку регистрация, и трубки все зарегистрировались, как бы, так как окно для регистрации на декоменджере открыто. Дополнительные параметры, что, я не буду останавливаться, вы наверняка, как бы, телефонисты, все все понимаете, да, СИП-порты, таймеры, я прошу прощения. Итак, соответственно, что здесь еще есть интересного? СИП-тос, ДИФСЕРФ, если вы хотите поменять по какой-то причине поля, ну, по-другому у вас используются поля по приортизации трафика, соответственно, здесь же вы их тоже меняете. Телефония, вкладка УИК. Так, что еще у нас здесь? Да ничего, здесь все понятно. Это у нас онлайн-каталоги. У нас есть, не буду останавливаться, у нас есть онлайн-каталоги, XML-овские, есть корпоративные, льдаповские, есть XSI, это для бродсофта, есть центральная адресная книга, это на самом ДЭК-менеджере. На самом ДЭК-менеджере можно использовать внутренний каталог на тысячу записей. Ну, опять же, понятно все. Включили адрес, назначили и побежали. С XML-ом все то же самое, просто другой формат. И включить каталог, не забывайте, как бы, галочку, если хотите центральную адресную книгу, нужно галочку поставить, включить каталог. Здесь интересно, что это у нас меню конфигурации системы, веб-конфигуратор. Первое, вы здесь меняете пароль администратора. Помните, как бы, логин администратора всегда админ, пароль вы меняете. Кроме логин администратора админ, есть еще логин пользователя, под названием юзер, вот доступ пользователя. Собственно, его нужно активировать, и ему нужно задать пароль. Один момент, который не нравится нашим клиентам, который до сих пор немцы не поменяли, но который, как бы, я вам обозначаю, одновременно может быть либо один администратор, либо один пользователь. Параллельная работа двух аккаунтов администраторских, администратор плюс пользователь, имеется в виду, невозможна. Ну, вот, как бы, сделано так пока. Но я так скажу, для чего это может, точнее, когда это может помешать? Когда вы вручную делаете большую настройку системы. Один администратор администрит, а пользователь, юзер, может, условно говоря, зарегистрировать в трубке пока в это время. Моя рекомендация следующая. Понятно, дело, не сразу получится, но, как бы, нужно сделать именно так, чтобы это все нормально работало. Если вы делаете большую инсталляцию, вы используете автопровиженинг при помощи XML-файлов. Тогда у вас одна сессия для занятия, собственно, интерфейса администрирования на 870-го длится, ну, условно говоря, пару минут. Вы подготовили файл, подготовили конфиг, зашли в систему, залили, триггернули его, как бы, заливку в адекд-менеджер, отключились, все. Другой может заходить, хочет ручками, пусть заводит свои пользовательские трубки. Но для больших инсталляций XML – это панацея, по сути, то есть это выход. Но его нужно освоить, да, есть один момент минус. Так, при развертывании дект на нескольких площадках есть ли проблемы с синхронизацией баз и работе трубок через VPN? В какой синхронизации? Лановской, конечно, есть. У вас же VPN, у вас не будет там ничего без джиттера, у вас будет постояннейший джиттер. Это первое. А по дект-синхронизации, ну, опять же, что такое VPN? VPN предполагает, что у вас разные города. Или VPN предполагает, что у вас здания далеко отстоящие друг от друга, которые не позволяют протянуть Ethernet. А значит, вам не нужна синхронизация двух этих кластеров. Вам синхронизация требуется автономная для каждого из этих сайтов. Ну, у вас хендовер, в принципе, невозможен, да, далеко друг от друга сайты отстоят. Поэтому синхронизация у вас сделается автономная для одного сайта, синхронизация другого автономна для другого сайта. Между ними синхронизация не нужна. СИП-агенты работают с АТС, которая через VPN живет на третьем сайте вообще где-нибудь там в другой стороне, и никаких проблем, все будет отлично работать. Просто хендовер-домены будут у вас локальные, и не более того. На картинке, что еще про доступ пользователя я сказал, то есть XML – это то, что нужно освоить. Тем более, если вы туда зайдете, вы увидите, я говорю, что там даже не 70%, 90% возможностей по настройке системы – это XML, это не веб-интерфейс. CLI – доступ через SSH. Это скорее служебная все-таки пока приблуда. Она пока не реализована в том масштабе, как могла бы быть администратору интересно для работы с ним. То есть, ну, например, там можно, я не знаю, из полезного набрать команду в RMI, да, и у вас там базовая станция где-то под крышей замигает лампочками, покажет, что вот ты залогинился по IP-адресу такому, то это именно вон-то вот на стене. Но каких-то больших интересных задач через SSH, через SSH по CLI вы получить не сможете. Хотя, например, вы можете что сделать? Одна из возможностей, по-моему, один из слайдов в конце будет на эту тему. Вы можете при помощи батч-файла, ну, опять же, скачанного с нашей гиговики, запустить Wireshark-генерацию с порта DECT-менеджера, может быть, даже базовой станции, не помню, наверное, даже базовой станции. То есть на свой компьютер Wireshark Trace запустить на свой компьютер. Вам не нужно ничего зеркалировать, вам не нужно включаться в какие-то там порты и так далее. То есть этот геморрой как бы сразу отпадает. А очень часто, собственно говоря, особенно если возникают какие-то баги, с которыми нужно разобраться, вам нужно именно вот получить трафик с конкретной базовой станции Trace-овской, Wireshark-овской. Ну, чтобы получить доступ такой, заработать батч-файл, сначала нужно активировать CLI. Чтобы его активировать, вам нужно только ввести пароль. По умолчанию пароль там пустой. Как только вы ввели пароль и сохранили его, все, он у вас как бы активирован. Запомните его, ну не запомнили, вошли через это меню, поменяли пароль и опять же делать, что вам дальше нужно. Сертификаты безопасности в сети, ну тут как бы понятно, хотите с сертификатами работать, тогда работайте с сертификатами. Подготовка и настройка – это как раз меню автопровиженинга. То есть первое, как вы работаете по автопровиженингу, точнее так, какие есть опции получения XML-файла. Они, собственно, все здесь. Вы либо через DHCP получаете эти ссылки на скачивание файла, либо вручную его прописываете в поле сервера подготовки. Либо через файл автонастройки вы подкачиваете его прямо, то есть у вас готовый файл, вы его обзорите, закачали, сказали начать автонастройку. Он, соответственно, побежал, взял, схватил и все в себя сразу, всю информацию накидал. То есть вариантов много, Gigaset Redirect Server не надо использовать, потому что, ну потому что не надо, зачем вам это нужно, пакеты лишние, которые в Европу зачем-то ведут. Подскажите, оборудование для радиопланирования можно взять в аренду или может даже бесплатно? Пока у нас еще есть оборудование для радиопланирования, вы можете его взять и в IP-матике, и у нас, в зависимости от очередей. Ну там наверняка как бы есть очередное использование. Эдуард вам подскажет, как это лучше сделать. Так, ну понятно, удобнее работать на ТипАД плюс-плюс. И вот так вот вкратце вот можете видеть справа, это вы видите все параметры автопровиженинга. Да, табличка, как она выглядит на гиговике. То есть там вы можете прямо, ну условно говоря, firmware update XML файл, how to configure the provision. То есть там вся эта информация по настройкам, все досконально, но на английском, конечно же, ребята, извините, но на английском. А слева, собственно говоря, сам язык. То есть, ну да, его нужно освоить, но в целом как бы ничего сложного. Больше вам скажу, я его не освоил, потому что мне, у меня таких задач нет. Поэтому если вам нужно что-то там прям, какой-то тюнинг помочь сделать, я могу помочь как интерфейс с немцами, задать вопрос, они подскажут, там, если что-то сложное, непонятно. Ну, я просто физически как бы не использую данный тип работы, времени на это не хватает. Это то, что я сказал про сертификаты, собственно говоря. Здесь вы можете подтягивать свои сертификаты для того, чтобы работал нормальный SSL. Системный журнал, CISLOG. Это один из тех моментов, которые вам нужно освоить и как бы принять, что вам нужен отдельный CISLOG сервер для того, чтобы всю эту информацию собирать, если вы хотите получать поддержку от EGASET-саппорта. Они всегда говорят, через меня, понятное дело, вы мне как бы даете информацию, я ее дальше транслирую. Нужно собрать CISLOG. Три момента. Нужно собрать CISLOG. Нужно собрать диагностический файл. Покажу чуть позже, из какого места. И нужно собрать Wireshark Trace для того, чтобы полностью как бы обеспечить информацией, поддержку, ну и плюс описательная часть. То есть вы говорите, что тут вот он не работает, помогите. И даете вот эти вот три файла. С этими тремя файлами, соответственно, все, достаточная информация для того, чтобы немцы начали работать над поддержкой. Уровень журнала для CISLOG, все галочки, если возникает проблема, включая отладку ставите, все галочки должны быть, должны присутствовать. В принципе, вы можете увидеть, что есть CISLOG файл и в файле диагностики, когда вы выгружаете его. И сказать, типа, ребят, вот вам CISLOG, там уже все есть, там ничего не будет, там на самом деле будет пять последних минут, просто потому что во внутренней памяти N870 нет места, чтобы хранить, знаете, какие CISLOG бывают, да, чтобы хранить все эти объемы информации. Поэтому, если вы хотите поддержку по тикетам, заведите CISLOG сервер и пусть он пишет всю информацию. На SNMP не обращайте внимания, мне не нравится, что реализовано немцами по SNMP, там минимальный абсолютно функционал, который не информативен, не полезен, даже останавливаться не хочу. Если хотите, пробуйте, здесь можно даже MIB скачать по SNMP, прямо изнутри отсюда, ну, там особо ничего интересного не найдете. С NTP все понятно, да, сервер времени и как он работает. Обновление ПО, как я уже сказал, то есть вы можете, точнее так, вам нужно обязательно обновить ПО сразу, как только вы стали разворачивать систему. систему на объекте заказчика или у себя в вашей лаборатории. Это, собственно говоря, про бэкап. Это то, что рекомендуется делать, прежде чем то, что я сделал вчера, прежде чем обновляться с 2.53 на 2.54. У меня каждый новый софт идет в сохранении офисной телефонии на всякий случай. Мало ли чего, я часто с ней играюсь, там разворачиваю ее и ставлю раком, поэтому мне восстанавливать это критично. Да, а уж если вы работаете с заказчиком, то как бы тем более обеспечивайте ему сервис в телефоне, допустим, с круглосуточной поддержкой. То есть это обязательно должно быть сделано. Далее это то, что можно сделать в плане выбора ролей не через кнопку, а через веб-интерфейс. То есть сбросить устройство с поезда, ну, некорректное словечко, но смысл в том, что перегрузить его в новый ролик какой-то вы делаете именно здесь. В частности, когда вы используете внешний интегратор, будь то виртуальный или будь то аппаратный, тогда вы выбираете не все в одном динамический адрес и не только база, понятное дело, а диспетчер депп плюс база-динамический адрес. Он у вас загрузится в кутсом веб-интерфейсе, в котором у вас будет только, по-моему, дальше будет, на всякий случай скажу, у вас не будет вот того, что вы видите слева, большого меню конфигурации, а будет только настройка, где искать интегратор. Все, больше вы там еще не знаете. Ну, в общем, экспериментируйте, на самом деле. Восстановить систему всегда можно, если это не клиентская система, поэтому веселитесь. Так, настройки DECT. Это, собственно говоря, вопросы безопасности по DECT, по DECT-плечу. То есть, как бы у нас для России, знаете, наверное, кто сталкивался, есть такой протокол Secure RTP, который шифрует трафик RTP, переходящий как бы из конца в конец абонента. Определенные органы очень не любят шифрованный голосовой трафик, соответственно, для того, чтобы использовать SRTP, требуется определенное лицензирование с разрешением определенных органов. У нас аппаратно данный функционал вырезан, то есть, вы его здесь не найдете, поэтому, если вас интересует, как мы работаем с SRTP, никак не работаем. Мы делаем нотификацию FSB и говорим о том, что у нас нет шифрования SRTP от плеча к плечу. Что вы видите здесь, на этой страничке, это шифрование на беспроводном плече, от трубки до базы, все локально. Сюда даже не заходите, галочки стоят по умолчанию, и они как бы означают, что все у вас будет работать безопасно, и кто вас не взломает. Ну, клиенту об этом тоже как бы скажите, когда он скажет, а, дек небезопасный. Дек небезопасный был давно, сейчас он такой, что его, во-первых, никто не ломает, потому что никому не нужно, во-вторых, никто не сломает, потому что немцы наделали там достаточно средств шифрования. Что делать, если все? Что делать, если все? Имеется в виду, если проблема. Ага, troubleshooting. Итак, ну я могу как бы прочитать, но скорее вы, наверное, пробежитесь по нему, да, по этому слайду сами. То есть есть просто некие базовые модули и алгоритм действия. Первое, вы смотрите, вам говорит клиент, у меня что-то какая-то хрень полная. Вы его спрашиваете, а что у вас с базовыми станциями, одинаковый ли софт и какой софт. Решаете 50% проблем. Потом клиент говорит, у меня в этом крыле не работает, а в этом работает. Смотрите, как установлены базовые станции DEC. Ну а дальше уже синхронизация, DEC, синхронизация LAN и так далее, и так далее. С LAN синхронизацией, ну еще раз говорю, будьте с этим внимательны. Не надо просто вот говорить, что типа берите, поставьте, все будет работать. Сначала убедитесь, что клиент достаточно не бедствует, чтобы иметь качественную LAN инфраструктуру и потом как бы не огребать за ругательство с их стороны. Что еще здесь может быть? Ну это те вопросы, которые, опять же, этот слайдик можно распечатать, повесить у себя на табличку, если клиент вам будет звонить, чтобы прям по алгоритму задать ему эти вопросы. Для чего это нужно? Когда вы встречаете проблему у клиента и хотите открыть тикет, считая, что это баг, не работает что-то, обращаетесь ко мне, я вам задам именно эти вопросы. Поэтому, чтобы избежать двойного вот этого ненужного взаимодействия, можете прям сразу по этим двум слайдам, верхним и по этому дать информацию, что была за ошибка, с чего началась, на какие там IP-адреса обратить внимание, где там IP-адреса АТС, потому что немцы не будут искать это, да, кто там АТС, одна их две, пять. То есть это нужно написать в описании проблем и приложить файлы, как я уже сказал. Файл сослога, файл диагностики и файл трейса сетевого, если это относится к СИПу, ну или там к PTP, допустим. То есть не трубка почему-то отключается, а там, условно говоря, дозвониться невозможно. То есть если дозвониться невозможно, это либо DECT, либо SIP, то есть либо Wireshark нужен, ну и сослог всегда нужен. То есть лучше предоставить максимальную информацию. Собственно говоря, про Wireshark я не буду, опять же, зачитывать, да, не хочу, да и не нужно. Просто вы, когда возьмете презентацию, попросите, чтобы я отправил эту презентацию. Написано файл, это, соответственно, активная ссылка, вы прямо на нее нажмете и вас отправят на ту страницу гиговик, где этот файл лежит. С помощью этого файла вы можете запускать трейс, как я уже сказал, очень удобно на, то ли на ДЭК-менеджер, то ли на базу. А, видите, на базу, ну совсем хорошо. То есть с каждой базы вы можете снимать трейс напрямую на свой комп. Это то, что нужно, то, что я сказал в файл диагностики. То есть заходите в статус, вкладка диагностики, на вкладке инцидента не обращайте внимания, а на вкладке базовая станция, кто-то спрашивал, вы обнаружите в том числе дерево синхронизации, как кто там, к чему подключен, с какой силой. Но для траблшутинга файл диагностики выставляете все галочки, все чекбоксы и говорите Download. Файл большой, поэтому, ну, понятное дело, выкладываете куда-нибудь. Этот файл небольшой, если слог будет большой, выкладываете на какой-то обычный сервис, присылаете ссылку, я скачиваю, придумываю, как отправить немцам. Это не проблема, это не ваша головная боль. Вы, главное, его куда-то положите и дайте ссылку на этот архив. Так, статистика. Статистика базовых станций, это вот, если вы дальше видите, внизу неподсвеченная кнопка Show Cluster Graph. Это как раз вот та самая, это как раз та самая картинка с синхронизацией базовых станций и с деревом, как эта синхронизация работает. Для того, чтобы ее увидеть, вам нужно мышкой кликнуть, если вы видите мою мышку сейчас, вот сюда вот, Cluster 1. Сейчас просто она развернута, поэтому она и не подсвечена. Если вы на нее нажмете, она подсветится активно, вы сможете как бы открыть это явовское окошко. Что здесь видно на этой страничке, кроме всего прочего, ну, как я уже сказал, то есть полезные, это пикколз. Если вы видите количество осинков, это означает, что у вас проблема с синхронизацией. Хондовер-релиз, хондовер-сетап, это понятное дело, много людей ходит между базовыми станциями туда-сюда, то есть в каких-то инсталляциях, в каких-то ситуациях это может быть полезная информация. Ну, главное, я говорю, главное, это осинки и пикколз, это как бы вот, чтобы понимали в плане тюнингования, как бы, да, улучшения работы в вашей сети, клиентской сети. Это бестолковая совершенно страничка, не знаю, зачем она здесь. Ребут-аперт, зачем мне этот инцидент нужен, я не знаю. Ни разу не использовал, не понимаю, зачем, не заглядывайте сюда, я думаю. А вот, собственно говоря, картинка графа, которую вы увидите, да, то есть нажмите на кластер, видите, да, вот на картиночке она тебе подсвечена серым, вот это вот, когда вы ее нажмете, то кнопка Show Cluster Graph появится, и вы увидите вот такую картинку. Красная линия, сразу понимайте, что вам нужно бежать и разбираться, особенно, если это красная линия в верхней части. Почему? Потому что, видите, у вас в нижней части, вот здесь вот внизу серенькая, серенькая, значит, все хорошо. Но что хорошего у вас на нижнем плече, если у вас верхнее плечо работает с ошибкой, у вас верхнее плечо разорвется, то у вас все нижнее рассыпется сразу же, да, лучше, когда наоборот, где-то на последнем маленьком плечике у вас красная пунктирная линия. В такой ситуации это неработающая сеть, это ерунда полная. Соответственно, надо ехать с комплектом радиопланирования, если еще не сделали, и разбираться. Не буду останавливаться, вот на этой вот страничке нажмете, здесь вот Help, ну опять же, надеюсь, вы мышку увидите, нажимаете на Help, и у вас как бы показывается вот эта вот история, что означает то или иное, тот или иной элемент этого графа, новые функции их настройки. Собственно, Connection VIP Connected Cisco, это вот про тот самый транк. Если вам нужно настроить транк, тогда вы берете презентацию, открываете страничку 101 презентации, смотрите, как это настраивается, либо идете по ссылке с гиговики, хотите сейчас сфотографируйте и зайдите, пока вам презентация не пришла, просто на телефон клину или Эдик попросить. И здесь будет написано, собственно, как настроить систему, чтобы она работала по транку между Cisco Call Manager и, собственно говоря, ДЭК-менеджером или интегратором Digaset. Install DEC based in different subnets. Тут речь о том, что не всегда вы по архитектуре клиента, то есть клиент может сделать как? У него как бы здание, состоящее из 50 этажей, и каждый этаж – это отдельный ВИЛАН. Отдельный ВИЛАН, а вам нужно как бы раскидать базовые станции, ну не каждый ДЭК-менеджер на отдельном этаже, потому что каждый ДЭК-менеджер на отдельном этаже – это накладно, да? ДЭК-менеджер позволяет поддерживать 60 базовых станций, а у вас там условно 5, и все, и до свидания. Ну вот, начиная с определенного софта, по-моему, 2.33, можно инсталировать базовые станции в отдельных сабнетах CTR заказчика, ну нужно только, чтобы Multicast-сообщения бегали между этими ВИЛАНами, между этими этажами. Если Multicast-сообщения будут бегать, тогда, соответственно, базовая станция появится в пендинге ДЭК-менеджера, и все заработает. Резервирование. Здесь у нас резервирование по синхронизации базовых станций. Так как синхронизация базовых станций – это основной элемент для того, чтобы вся система работала стабильно, то, соответственно, у нас введено такое понятие с определенного софта, как резервный мастер синхронизации. Так как предполагается, что ДЭК-база все-таки закреплена за каким-то местом и отвечает за свою область покрытия, то резервная базовая станция, которая является резервом по мастеру синхронизации, вешается рядом. Ну, условно говоря, полуметре повесьте ее рядом, назначьте ее в режим резервирования синхронизации, и она будет выполнять свою роль. Как она будет выполнять свою роль, смотрите на слайде. Написано, понадобится 10 минут до момента включения новой настройки на Level 1 и так далее. То есть смысл в том, что при пропадании синхронизации не сразу включится резерв. Он будет изучать, а не ошибка ли это, а не ушла ли система в перезагрузку. И после этого включится резерв. То есть предполагается, что базовая станция не сбоит, а сдохла мастер. И вот если она сдохла, тогда резерв возьмет на себя ее функционал. Если она сбоит, ну, как бы это отдельная тема, я думаю, это быстро разберется. Перегружается там или еще что-то по индикации будет понятно все. Резервирование Дект Менеджера. Резервирование Дект Менеджера невозможно, сразу говорю, невозможно, если у вас не используется отдельный интегратор. То есть если у вас роль интегратора совмещена с Дект Менеджером, резервирование Дект Менеджера невозможно. Только отдельная роль интегратора позволяет использовать к Дект Менеджеру каждому резервируемый, ющий его Дект Менеджер. Допустим, у вас виртуальный интегратор, у вас 50 локаций, на каждом из них по одному Дект Менеджеру, а на некоторых по два или по три, условно говоря. У вас, соответственно, 70 лицензий на все, чтобы эти Дект Менеджеры работали. И вы говорите, а я еще как бы на каждой из них из этих Дект Менеджеров повешу резерв. С точки зрения конфигурации, как бы это легко и элементарно, с точки зрения лицензии ничего дополнительно не требуется. То есть лицензируются только активные Дект Менеджеры, ну, собственно говоря, и все. Дект Менеджер также начинает изучать активность работы своего мастера и включается тоже не сразу. То есть он смотрит, ну, видите, да, ситуация 7 минут, обновление ПО 6 минут и так далее, существенная часть 60% плюс 1. Более детально, как бы, ну, если хотите скрупулезно поизучать, как это работает, просто еще раз, это можно на FAQ. Опять же, заголовок этого слайда, по-моему, ведет как раз на ту самую страницу. Но так как это PDF, а не PowerPoint, то просите у Эдика PowerPoint файл, а не PDF. Так, это резервирование Дект Менеджера. А вот, собственно, как оно настраивается. То есть вы заходите в меню конфигурации Дект Менеджера Администрейшн, жмете галочку активного Дект Менеджера, и у вас здесь активируется чекбокс Add Backup DM. Пока вы галочку чекбокса не нажмете на Дект Менеджере, у вас не активируется эта ячейка, она будет серая, светло-серенькая. Ну, все, как бы, активировали, и у вас вот здесь вот появится, видите, как внизу написано. ДМ-3, а у него как бы backup for Bochelt. Bochelt это, собственно говоря, кто не знает, Bochelt это в Германии завод, который не в Китае находится, а в Германии, в Дорфом, который вот уже очень много времени, вот уже второе тысячелетие пошло. С 1940 какого-то года производят оборудование. Это было сначала завод Симминса, а потом, соответственно, Гигасет. Так, Minimal T-Sale это откат к оборудованию под названием N670. Если вы хотите начать с малого, если у вас инсталляция на маленького клиента, то, соответственно, вы можете обновить, обновить, видите, по умолчанию. По умолчанию почему? Потому что у нас большое количество на складе N670, они с софтом 2.33 еще, наверное. Может быть, еще не все, с тех пор были замены, но когда-то могут попасться вам софт 2.33, вы его включили, бац, у вас не работает Minimal T-Sale. Вспомните, что я вам говорил, обновите софт, и все у вас появится. Все, рассказывать больше ничего не буду. То есть вы просто получаете систему из трех бесплатно, дешево и сердито. Каждая базовая станция, по-моему, там то ли 200 евро в рекомендованных розничных ценах. По сравнению с 700 евро на N870. То есть начать играться можно с этого. Minimal T-Sale как настроить? Да так же, как, собственно говоря, и N870 абсолютно. То есть когда вы обновили софт, тогда у вас появляется возможность в пендинге увидеть вторую базовую станцию и подцепить ее к себе. Не пробовал своими руками, но анонсировано с версии 2.52 возможность интеграции в Microsoft Teams. То есть систему можно зарегистрировать при помощи определенных манипуляций, которые, по-моему, на следующем слайде будут, как абонента для Microsoft Teams. Таким образом, что у вас трубка будет участвовать полнофункционально во всех конференциях Teams со всеми, соответственно, плюшками, которые Teams предлагает. Также N670, а не N870, а N670 позволяет использовать режим внутренней телефонии. Режим внутренней телефонии предполагает, что мы не откатываемся, а, скажем так, переключаемся. Не корпоративный режим, а в режим, скажем так, если N870 позволяет одну трубку привязать только к одному аккаунту, к входной SIP-учетке, соответственно, к одному какому-то серверу, то режим внутренней телефонии позволяет одну трубку привязать к разным учетным записям на N670, только обратите внимание, не на N870. И организовать как работу внутренней телефонии вообще без использования стороннего SIP-сервера, то есть он здесь не будет требоваться даже вообще. Либо использовать одну трубку для работы по пяти различным операторам связи в зависимости от того, куда вы хотите звонить. Хотите на межгород, получаете там учетку там задарма или кто там, я не знаю, всякие странные названия компании. Хотите для корпоративной связи, у вас та же трубка будет работать, условно говоря, по другой линии и так далее, и так далее. То есть эта возможность появилась в новых софтах, но только в N670. Поддержка GAP трубок, это я уже сказал. Вы можете подключить GAP трубки, но все называется на свой страх и риск. Если у вас возникает нестабильность работы системы, немцы вам скажут, ребята, у вас предупреждали, сначала уберите все GAP трубки, потом будем бороться с вашей нестабильностью. Как принудительно сменить базу при вызове? Это может быть для чего? Это может быть для... да бог его знает для чего. Ну вот иногда приходят и говорят, я хочу посмотреть, какие я еще вижу базы в этой конкретной точке. Достаточно ли качества связи не для этой базы, которая у меня здесь висит. А я, допустим, вот здесь поставлю, шкаф хочу поставить и думаю, вот у меня к той базе подцепится или нет. Вот здесь написана процедура, как, собственно говоря, переключиться на следующую базу. Следующую имеется в виду по силе. То есть она как бы будет выбрана, исходя из того, что трубка видит несколько баз, вы ей говорите сменить базу, она бросает то, что у вас текущее, выбирает следующее. Кому-то это может быть нужно, вот, пожалуйста, пользуйтесь этим слайдом. Собственно, все, я закончил. Спасибо за внимание. Если у вас остались вопросы, готов ответить. Да, коллеги, спасибо за уделенное время. Спасибо, Евгений, и тебе, как всегда, на высоте. Если у вас есть вопросы, пишите. Обязательно презентацию всем вышлем. Запись будет немножко позже, выложена на нашем YouTube-канале. В чат я ссылку прислал. Ну и что, хочется нам всем пожелать, больших, крупных и интересных проектов на Gigaset. Всем спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok